Ты встречишь человека, и он изменит твою жизнь. Сейчас модно говорить, психологи, нужно брать энергию внутри себя. Пошли вы нахуй, вот серьезно. Пошли вы нахуй, вам тоже скажу. Когда ты говоришь, ты нихрена нового не узнаешь. Вот если мы с тобой поговорили и сразу не сделали, там, один, два, три, да мы, скорее всего, не сделаем. Если не хочешь, тебе один купи биткоин. Все, это говорят люди, у которых уже миллионы долларов в крипте. Занимайтесь тем, что и любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Друзья, всем привет. Новый выпуск на канале. И сегодня у нас в гостях Никита Ануфриев, автор канала Headliner. Никита уже был у нас на канале. Мы говорили про мобильное приложение. А сегодня мы поговорим про то, как поднять бабок на крипте и арбитраже. Как сколотить свой первый капитал, используя крипту и арбитраж. Привет, Никита. Здарова. Я так неловко чувствую в очках, но это был крутой интро, я тебе хочу сказать. Спасибо. Давай сразу козырный вопрос. Погнали. Еще что рассказать. Давай сразу жира. Смотри, сейчас вся молодежь, в том числе из IT и не из IT, грезят заработком на арбитраже трафика и на крипте. Так. Стильно, модно, молодежь. Наверное, два самых, наверное, горячих. Ну, тренда, согласен. Самые трендовые. Почему? Потому что можно сидеть из дома, фигачить и как бы что-то делать. И все пропагандируют это. Все же видят условно ошибку выжившего или как бы ошибку выжившего, или огромное количество хардворка проделанного. И все видят вот эти успехи. Кого ты знаешь там, давай по-честному, кого ты знаешь из-за арбитража трафика, кто зарабатывает деньги. Ты, скорее всего, там назовешь пять человек, условно говоря. Наверное, даже из публичных Денис Логутенко, наверное. Дэн Логутенко, потом там еще Игорь, по-моему, Алексеев, это One Win или что у них. Ну, я даже не помню. Ридик, соответственно, Пина. Ну, это не арбитражники, это Овнеры, это там уже. А чем они не арбитражники? Мы больше про те, кто хочет с нуля зайти. Они, мне кажется, с большим образом. А вот с нуля все, ты никого не знаешь. А с нуля знаю еще пару ребят, одни любят казино. Ну, вот это все создает ореол того, что здесь легкие бабки. А по факту здесь происходит все то же самое. 99% сливает, 1% зарабатывает. Так и есть же, правильно? Ну, рисует-то по-другому. Ну, слушай, а так всегда было-будет, и давай конкретнее. Окей, если не крипта и не арбитраж, что еще есть для молодых с низким порогом входа, где можно поднять бабки? А почему не крипта и не арбитраж, ты знаешь? Если нет. Слушай, я думаю, что... Ну, мне сразу рано спрашиваешь человек, который посвятил последние там 3 года жизни арбитражу и крипте. Ты мне спрашиваешь, что если нет. Знаешь, наверное, давай как. Я не знаю, наверное... Ну, я не буду тут про Wildberries говорить. Мне кажется, это гораздо проще, вот всякая такая история. Но глобально, вот у меня есть фраза коронная. Ты знаешь, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Вот ты, например, в СОшке зарабатываешь бабки. Я не знаю, у меня там... Ну, кто-то еще где-то. У тебя там столько гостей, что все делают. Кто-то у тебя, по-моему, что там игры делает. Игры делают, ребята. Кто-то еще... Да-да-да, прилки. То есть разные там, гороскопы фигачат. То есть нужно просто делать вот то, что тебе интересно. Потому что, вот знаешь, наверное, мы сейчас с тобой дошли до такого, может, немножко я не туда уйду, но мы с тобой дошли до интересного момента, где мы можем с тобой заниматься тем, что нам интересно, при этом зарабатывая бабки. Потому что вспомни себя там 7 лет назад, скорее всего, ты больше занимался чем-то из-за денег. Оно было интересно, но тебе еще было важно, короче, деньги, 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 деньги. А вот этот true passion, о котором все говорят, да, вот эта настоящая страсть, она приходит тогда, когда ты заработал на чем-то деньги, это тебе работает, это тебе генерит. И, в принципе, там, ну какое-то количество времени ты уже можешь этим не заниматься, но ты этим продолжаешь. Но не потому что колесо как бы там не можешь остановить, а скажешь, потому что тебе интересно. Ну да. И вот... И не факт, что тебе что-то другое не стало интересно, ты занимаешься другим. И ты знаешь, мы с тобой проводим подкасты, столько людей, столько мнений, у всех свои темы. Мне иногда люди рассказывают, кто-то там на ставках делает бабки, кто-то делает деньги на Counter-Strike, кто-то на скинах в Among Us, кто-то мобильные приложения, кто-то там становится, условно говоря, там, не знаю, с TikTok трафик приводит, кто-то разбирается в DeFi. То есть, ну это бесконечное количество, и я думаю, что мы здесь не можем с тобой упрощать. Но абдиктивно сейчас все крутится вокруг трафика, и на тех же хедлайнерах это четко видно, потому что сейчас у нас вот читаемые, там есть показать график, я не знаю, я тебе потом скриншот пришлю. Все же думают, что у нас там хедлайнеры, это же моментальный успех, да, я сейчас запись экрана включу, но по факту, вот, график ты, вот, ты прекрасно знаешь, ты видел мою аналитику YouTube, вот, просмотры, и возьмем с тобой, соответственно, за все время, за лайфтайм. И вот она, долина смерти, с 2000, с 4 ноября 2019 года. И где-то нас более-менее начали узнавать, плюс-минус, там, ну вот, может быть, прошлой весной, апреля 23-го. То есть, 3,5-4 года смерти, долины смерти, и пришло. Но сейчас у нас есть трафик, и сейчас, да, у нас, на самом деле, что-то спросил про криптоарбитраж, по сути, у меня есть трафик в крипте. То есть, я взял две самых жирных ниши, и мы, у нас это получилось. Почему? Потому что у нас очередь сейчас из желающих снять подкаст, очередь из желающих купить у нас рекламу, очередь из проектов, которые хотят с нами запартнериться, причем это биржи, это разные проекты, фонды, то есть, все, просто сейчас очередь людей, очень простой пример. Я сейчас никого не мог подположить, что я буду общаться с фаундером скиллбокса, ну, условно говоря, где я и где фаундер скиллбокса. Скиллбокс – это огромная компания с цифрами, с операционкой Дима, да? Но мы с ним созваниваемся раз в две недели, обсуждаем потенциально, как бы там, какие-то тесты, мы даже там запустили пилотный проект. То есть, вот этот инструмент, ну, как бы, некого внимания, он тебе открывает огромные двери, и к нему начинают люди тянуться. Охваты превращаются в трафик, и ты можешь его монетизировать. Да, но не все охваты. Вот, например, возьми на YouTube, ты сам знаешь какой-нибудь даже контент, юмористический какой-нибудь, который, это вообще другая модель монетизации. Другая. Там вот плюшки я, да, прикольный контент, мы с тобой угорали у меня дома. Да-да, угорный чувак, да. Ну, и как только интеграция с какой-то рекламой, ты делаешь нативную рекламу, и погнали. Да, ну, просто в первую секунду ты вставляешь рекламу Альфа-банка, миллион рублей забираешь, тоже неплохо. Ну, вот давай, по-честному, у тебя YouTube это прибыльный сейчас проект или нет? В ноль. В ноль. Этот подкаст работает в ноль, иногда в минус. У меня хедлайнеры в минус. В ноль в хорошем месте, скажем. Да, у меня хедлайнеры в минус, потому что мы инвестируем в англоязычный контент, и завтра у меня, кстати, будет первый подкаст на английском, будет DaVinci & Jeremy, это прикольно, ну, очень известный чувак в крипте, и мы все переводим, и мы инвестируем в конференции, в тракт, в трактинге, в продукты. То есть у нас это тоже минус. И вот прикинь, ну, как бы, хедлайнеры, там, 6 миллионов просмотров в месяц, 2 миллиона уникальных просмотров, там, про охваты я вообще не знаю, десятки миллионов, и это все минусовая история. А что делают всякие, там, я понимаю, почему блогеры продаются, там, казику, почему блогеры продаются ставкам. Потому что 2 года бежишь, 3 года бежишь, у тебя, там, 100 долларов и 1000 долларов с этого канала, тут тебе продвигают, чувак, мы тебе пятер или десятку платим, просто вставь на рекламу казино, вот и все. Ну, то есть, смотри, мы с тобой поговорили, что, на самом деле, арбитраж трафика и крипта, все понимают, что это первое, купи какую-нибудь Facebook рекламу, либо тизерку, слей это на похудалку, и крипта – это какой-то трейдинг, и что-то там, не знаю, сбоку какие-то airdrop. На самом деле, это все очень широкие вещи, они могут миксоваться. Ну, по факту, смотри, вот давай так, вот сейчас… Трафик разный с YouTube, с TikTok, с SEO, там, с контекстом. Давай конкретно, просто я, ну, если там совсем для молодых, я, честно, могу дать рекомендацию, идите Gambling Pro, Артем, у меня был с ним подкаст полтора года назад, они сейчас хакнули TikTok, они делают условно-бесплатный траф, где чел буквально, вот мы сейчас там с моей помощницей тестируем, он там сам, ты берешь, ты не выйдешь там на 10 тысяч долларов, на свою тысячу долларов ты в месяц заработаешь. С условно-бесплатного трафика с TikTok, просто людям, по сути, нужны руки. Они дают эту технологию, чтобы ребята сами что-то развивались, отливали, вливались в нишу, они как партнерка зарабатывали. Вот тебе кейс. Как за этим вложить. Арбитража трафика, да, как за этим молодым, и не обязательно, скажем так, тратить деньги на ФБ, возиться со всей этой историей. Но у молодых другая проблема. Они, ты знаешь, я сейчас пошел, ну у меня есть же арбитражное направление большое, команда, и мы сейчас начали покупать другие команды. И для меня огромное разочарование, подход людей вообще на рынке. То есть условно говоря, когда мы первый раз заработали, не знаю, там первые 100 тысяч долларов на арбитраже, я потом приехал на конференцию и понял, что там реально люди обсуждают, как заработать тысячу-полторы баксов. Так и есть. Для многих это целевая сумма. А потом, когда, короче, мы начали общаться вот так вот, я начал покупать команды, там люди мыслят категориями иногда там слить там на 10 долларов на Фейсбук, или там 100 долларов на Фейсбук. То есть этот рынок вот в большинстве своем, люди вообще не понимают, что там происходит. Там нужны мозги, там нужна дисциплина, там нельзя просто с двух ног залететь, если ты вот условно отучился 9 классов, я буду арбитражником, но не работает. Ну, на дистанции не работает. Думать надо по-другому. Идёшь думать надо по-другому, ну, просто количество, сколько у тебя раз всё не получается? Вот у тебя сколько, я же знаю, ты бы играл. Я хочу делать, что тебя не спросили. Вот расскажи мне. Ты, вот Олег просто, он, проблема нас всех, как тех, кто проводит подкасты, берёт интервью, какая-то не назови, мне, знаешь, что это подсветил Гурюнович, говорит, вас слишком мало, говорит. Вот тебя, говорит, у тебя офигенные подкасты, но ты своё мнение не высказываешь. И вот поэтому, ну, браточка такая тебе, я же просто знаю, ты, мы с тобой, я был в Америке, я звоню, он говорит, блин, я задолбался, у меня это минус, это минус, это минус. Я не знаю, сколько ты протестировал гипотез. Последние 4 проекта, наверное, которые были в арбитраже каком-то за последние 2 года, ну, размотало все в ноль, все команды либо перевешли куда-то, либо расформировали. Ну, вот и теперь давай вдумаемся, ты человек, у тебя сколько сейчас работает сотрудник? 200 человек. 200 человек с там, условно, я не знаю, это вы совершенно не раскрываете, я не буду говорить, захочешь, сам скажешь. Короче, у тебя огромный опыт. И у тебя в арбитраже 4 минусовых проекта. Да, и у меня опыт большой в разных каналах, но просто там не получилось. Да, но ты не хотел заработать 1000 долларов, ты это строил хотя бы там, цель заработать от десятки, условно говоря. Да, то есть минимально при старте, которые были, юнит-экономика проекта, что не меньше 30 тысяч долларов, это будет приносить с очень микрокомандами, масштабировать это можно практически. Вот точно. Ну, там сгорело танки, регулятор пришел, где-то пришло, правительство сказало, чуваки, вы не будете это делать, мы вам запрещаем, мы говорим, да у нас трафик, они говорят, нам плевать, закрывайте. Поэтому я тебя хотел спросить, вот сейчас у тебя ютуб-канал, самый популярный подкаст в скрипте, крутая арбитражная команда, если там можно, мы поговорим про это. Ну, поговорим о чем. Сколько раз у тебя разматывались бизнесы, сколько было проектов, потому что я знаю твою тоже историю, что ты был в далекой жопе в Америке. Слушай, бесполезно вообще вспоминать старые штуки, я знаешь, что понял, объясню почему. Для меня понятие, вот если кто-то сделал результат год назад, это я видно, вот тут нападал, проходишь в Дубае, и тут когда тебе рассказывают, да вот я там построил то-то, то-то, а сейчас я занимаюсь расстановками психологии, условный пример. Таких тут половина в Дубках, сбитых летчиков я их называю. То есть то, что у тебя получалось год назад или не получалось, вообще не важно. То есть важно по факту того количества капитала, которое ты смог сохранить, только бабки решают. Либо ты заработал и сохранил капитал, либо ты как дурак заработал, и весь этот капитал куда-то спустил, условно говоря, там на мой отшадон, тёлок и тачки. То есть и у меня не получается 9 из 10 проектов. Вот мы с тобой сидели там вчера или позавчера, когда мы там встречались. Мы постоянно тестируем, постоянно запускаем, причём давай говорим пока только про хедлайнеры. Мы постоянно что-то тестируем и пытаемся найти модели монетизации, потому что машина есть, трафика жопой жуй, прости, очень много. Все пишут, но как его монетизировать, хрен его поймёшь. Мы сейчас нашли два пути, это клуб и сообщество трейдеров, и на самом деле у меня сейчас горизонт планирует, если не про молодых, а в целом говорить, у меня есть понимание, как миллион долларов в месяц заработать. Когда мы будем говорить про то, как ты собираешь схему, мы обязательно это разберём. Да, но сейчас... Сколько в итоге проектов? 9 из 10 не работает, может быть, 19 из 20 не работает. Это вот тотально всё. Почему в час, самое частое, почему разваливается проект? Связка разваливается, команда... Слушай, не разваливается, оно ни экономикой не сходится. Экономика просто не сходится. Ну давай очень простой пример. Мы сейчас арбитражим, мы как бы арбитражили всегда YouTube, сейчас мы арбитражим TikTok. Словом говоря, и мы в TikTok'е хакнули эту систему. Вот если у тебя, не знаю, там YouTube, давай возьмём YouTube, Facebook. Сейчас я посмотрю, максимально просто объяснить. У тебя на Facebook'е есть рекламный бюджет, 20 тысяч долларов. Давай вот просто считать. Очень абстрактно. Один клик, например, или одна установка мобильного... Ой, одна установка мобильного приложения для тебя стоит 1 доллар. Всё, ну просто считаем. 20 тысяч долларов, один клик установка, 20 кликов. 20 тысяч кликов установок. Теперь мы берём Facebook, ой, берём TikTok. В TikTok'е, например, команда, которая у меня работает, обходится мне в 20 тысяч долларов в месяц. То есть нет денег на рекламу, есть кост на команду. Команда делает не 20 тысяч кликов, а 200 тысяч кликов за месяц. Установок. Установок. Ну, равно установок. Ну, равно установок. Ну, я там, я сейчас цифры округляю, чтобы было проще. Конечно, было просто, да. И вроде звучит-то офигенно. Вроде мы как бы за те же самые деньги купили в 10 раз больше трафика. Но качество этого трафика оказывается такое говно, что по сути тебе 200 тысяч установок соизмеримо 2 тысячам установок с YouTube. А вложения те же. Вложения те же. И тебе либо надо за эти же деньги отмасштабировать команду до 2 миллионов кликов, да, условно говоря, чтобы у тебя это все как бы сошлось, либо это надо закрыть. Но мы сейчас начали закладывать, но у нас, пойми, другая ситуация. То есть когда ты совсем молодой, кстати, не уверен, что тебе вообще надо на канале такеризироваться на молодых. Я не смотрел твои когорты аудитории, но я не удивлюсь, что у тебя кора аудитории типа 30+. И нафига тем, кто начинает... Вообще рассказывать на канале для тех, кто начинает, если твоя платежеспособная аудитория, которая тебя знает, она гораздо шире. Тебе интереснее посмотреть, я думаю, тебя люди не глупые слушают, а как раз-таки образованные. Да, давай. Вот. Поэтому... Давай поможем по чуть-покуре пойти. Ну, тебе надо посмотреть, тоже аналитику в этом плане. Да, есть. Вот. И, короче, все, и вот тебе кейс. И ты типа закопал эти бампки, но мы закладываем три месяца на направление. То есть, если за три месяца направление себя не оправдало, мы его переконфигурируем или, ну, как бы, или закрываем. Да. Это очень важная вещь, ставить себе дедлайны по закрытию направления. Потому что я в одном проекте очень глубоко взял денег, 170 тысяч долларов. Просто подожди, потому что мы надеялись, вылезет, вылезет, ничего не вылезет. Но про арбитражников, почему горят все арбитражники? Потому что в арбитраже если ты не бежишь, если ты не тестируешь, ты умираешь через другое количество времени. Посмотри, кто в арбитраже есть. Все, кто возникают, условно, возьми там каналы по ГМБЛ, по беттингу, я просто, ну, как бы, я не знаком с этой ниже. Но там сцена появляется звезда, которая выходит на 2-3 конференции, взлетает, потом исчезает. Появляется звезда, которая на ютубчике расходится, потом не знает почему. Потому что вот он со своим узким сознанием, я не хочу никого обидеть, вот с этими вот так. Вот он нашел одну связку, он нажимает на эту кнопку бабло-бабло, пока она работает, а в новой они тестируют, потому что бабки начинаются идти, Дубай, тачки, прочее, да. И потом все, потом кнопка бабло заканчивается, а нового ничего нету, и арбитражник сидит 2-3 года, соответственно, без связки. И поэтому, если у тебя что-то где-то получилось, ты должен в бизнесе также вливать. То есть мы в прилах постоянно тестируем, мы на ютубе тестируем, гостей, форматы, ну, везде, короче. Круто. Но, повторюсь, у меня крайности. Балансируют партнеры. То есть если бы я, наверное, делал бизнес один, я бы уже был в минусах, я слишком бы много денег сжигал на тесты. То есть ты знаешь, какая-то обратная сторона. Когда ты одновременно тестируешь, например, три направления, которые жгешь по двадцатке в месяц. Операционщики нужны на этих направлениях. Ты хрен с ним с командой. Команда решаемый вопрос. Ты выжигаешь 60 тысяч долларов в минус, например, которые все хотят положить себе в карман. И у тебя даже, например, если мотивация гендира, например, завязана, управляющего, когда завязана на чистую прибыль, он такой думает, вы тут как бы спендите херовую тучу бабла и как бы как вообще... Типа давайте полегче. Да, давайте полегче. И ты можешь не остановиться. Ты можешь действительно начать тестировать, тестировать, тестировать. И тебя разрывает операционка, как ты сказал. Да, где-то чуть не хватает людей. И тебе все идет в разнос. Поэтому очень важно, знаешь, какой-то баланс, наверное, между... И это меня очень круто, партнеры осаживают. Мне везет. Круто. Круто ты ответил на мой вопрос, который вот я хотел... Частично ответил, который я тебе подготовил, хотел задать. Вот ты нашел какую-то... Я на этом все вот это в криптиве и в альбитражении называют темками, потому что часто это неполноценный как бы бизнес, как мы привыкли даже ждать. Вот это следующий вопрос. Вот ты нашел какую-то темку, связку, оно работает. Ну? Что нужно делать? Фокус туда быстро, выжать максимум, пока работает. Либо там окей, все равно это тестируем рядом, а это ну работает, будет работать. Как правильно? На твоем опыте. Я тебе так и отвечу. Нашел, ухватись, не распыляйся, либо... Все, что нашел, работает полгода-год. Даже иногда две недели работает. То есть поэтому... Ну, то есть ты должен... Давай так, вот смотри. Давай на примере хедлайнеров, так будет проще. Вот сейчас хедлайнеры в тренде. Три года назад был в тренде Оскар Хартман, Биг Мани, Рыбаков, Трансформатор, все остальные. И ребята, пока были в тренде, запустили Клуб 500. Сейчас сформировался условный Клуб 500. Условный там, не знаю, Атланты и все остальное. Да, они на нет, на этом теперь, наверное, нет денег. Их сейчас типа нету. Ну, а их в медийке почти нету, они все, все их нет. Сейчас в медийке, например, хедлайнеры. То есть объективно я понимаю, что у меня есть с хедлайнерами, почему я сейчас кучу сил вхваливаю, может быть, полтора-два года, три до окончания бычки. То есть для того, чтобы там добежать, может быть, до миллиона подписчиков, ну просто как пойдет, фиг его знает. Нет такой цели, ну как бы прикольно. Это дело, это дело условно от монетизировать, построить какие-то продукты, потому что я себе отдаю отчет, что через три года, четыре придут более молодые ребята, которые сделают что-то по-другому. У них тоже все это будет работать. И не исключено, что мы можем в какой-то момент перейти в позицию догоняющих. То есть вот мы, ну вот этот вот, как бы очень легко забраться, ну как бы наверх забраться легче, чем удержаться, ты это сам знаешь. Новый формат сделать, как раньше что было, камень, а потом ЧБД ворвались, все, камень уже. Все, но ЧБД нет. А сейчас уже ЧБД нет. Все, я даже, у них даже канала нет, они, по-моему, даже почистили. Они перешли на ВК, им заплатили, они перешли на ВК, и только на ВК выходят. Ну я не знаю таких нюансов. Они YouTube удалили на ВК? Ну вот, возможно. То есть понимаешь, даже вот так вот меняется формат. То есть даже шоу выгорают. Ну то есть какие-то. Шоу выгорают. И мы с тобой выгорем в какой-то момент времени. И бизнес, и связки, в арбитраже, в крипте, ну все меняется. Возможно, в бизнесе мир меняется даже. Сео не будет. Камон, у тебя Сео, ну Сео будет, но у тебя Сео тоже изменилось, и оно у тебя сильно изменилось. В этом году изменится еще с нейро-сетями. Поэтому, то есть прикольный поинт, что когда ты нашел связку, тогда надо ее выжимать сейчас на максимум, понимать, сколько, скорее всего, она проживет на опыте. Ты не поймешь. Не поймешь, да? Потому что я тоже знал ребят, которые там, вот в Абклик знал такую историю, да? Когда человек заходит просто на сайт, и у нее списывают деньги с телефона. Просто на сайт заходит. Старинная история. Ну давай так, она до сих пор работает, я знаю, кто это делает, и он нормально живет до сих пор. Но из масс-маркета как бы она ушла. Она никогда не была в масс-маркете, осталась. Ну да, не будем. Я просто не обладаю экспертизой, по-моему, эта тема разделась между тремя игроками. Просто один из, там, три компании, условно говоря, в Абклик, плюс еще одна, причем фаундер эта компания у меня в клубе, в хайдайнерах, и третья есть. И вот, по сути, рынок. В общем, была очень мощная тема, много бабок майнили, а потом как бы операторы зарегулировали, все, оно сдохло за два года. Но успели поднять деньги, сделали новые партнерки по каким-то новым тематикам и прочее. То есть... Ну, слушай, работай, пока работай. На самом деле, cash is a king. Вот я, наверное, к чему пришел. Я, ты знаешь, недолго строил венчурные модели и в итоге cash flow. То есть, если у тебя есть cash flow, если у тебя есть денежный поток от бизнеса, который решает, у тебя блокируется огромное количество возможностей. Это тебе мало того, что дает свободу тебя, как перемещение, заниматься тем, что ты хочешь. А во-вторых, дает возможность инвестировать как раз-таки в темки. Вот, например, в крипте очень важно правильно заходить, правильно выходить. То есть, в основном, вся крипта связана с инвестициями. Или там с увеличением битка эфира. Ну, то есть, там, можно вообще отдельно этим будет подкаст делать, что я узнал там за 50 подкастов в крипте. Вот, словно говоря. Вау, кайф, да. Но если у тебя нет cash flow свободного, то, ну, все, беда. Ты завязан, ограничен очень сильно как бы возможностью. Не можешь тестировать, не можешь открывать найм. Не можешь тестировать, ты не можешь инвестировать, да, ты не можешь делать. Кстати, самая дорогая, знаешь, что совсем дорогое? Это найм. И самое прибыльное, самое прибыльное, друзья, это люди. Если посчитать прибыль каждого человека, это моя боль. Я знаешь, как вот, я этим делился недавно. У меня очень много сейчас слабых социальных связей. То есть, очень много таких вот слабых коннекшенов и мало глубоких. Почему? Потому что, как только мы с человеком начинаем нормально работать, у меня так было, даже где-то с женой, это моя ошибка, я признаю, с моей помощницей, с моим партнером по хедлайнерам, с моими партнерами по арбитражным командам, с моими партнерами по прилам. Мы перестаем общаться. Но это мой паттерн. То есть, мы, не то, что мы перестаем общаться, у нас, знаешь, условно говоря, регулярные звонки по полтора-два часа, например, два раза в неделю, они превращаются в переписку в чате или там в час в неделю в зуме. Потому что вроде бы и все так понятно. А обратная сторона этого, ну, давай наш с тобой пример. Мы с тобой просидели два с половиной часа на кухне у меня наверху. С ней три с половиной. И только там, условно говоря, под конец второго часа что-то мы с тобой придумали. То есть, не знаешь, что мы с тобой думали два часа. Это мы с тобой как бы, ну, контекст создался. И это моя ошибка. Я сейчас ее вообще стараюсь исправлять. И мы же на что надеемся? Так как, на что надеются все? На конфах где-то. Вот даже привлечение инвестиций. Ты встречаешь человека, и он изменит твою жизнь. Все надеются. Он тебе даст связку. Это хуйня. Это так не работает. Это работает полностью наоборот. Ты вот делаешь огромное количество воронки людей, а потом с теми, с кем что-то у тебя получилось, как-то завязалось. Вы по духу сошлись, по интересам, какие-то деньги заработали. Вы начинаете общаться. И вот в этом общении внутри начинают появляться какие-то уже связи, которые работают. А вот эти вот идеи, что я найду как бы связку, темку со стороны. Никто не скажет, что это конференция. Тренд надо, то есть надо траст построить. И это не значит, что ты будешь специально где-то там, понимаешь, эти связки там искать или что-то делать. Нет, просто, ну как, ты в процессе общения поймешь, а вот, ну как бы вот. Ну так, с локом, вот как искать нишу. Вот и все. Как такие связки там, как искать нишу. Я считаю, что нужно общаться с большим количеством людей и сменить какую-то насмотреть по людям, отсеивать откровенных скамеров идиотов, а с кем у тебя близко по духу, начинать общение. И на самом деле у каждого человека много очень знаний, которые, если там с твоими скрестить, то иногда вот эти стенки, связки, они рождаются. Ну вот наш с тобой пример, тут как бы есть понимание, что там может что-то выгореть. Но тут есть обратная сторона в нашем с тобой случае, проблема. Это всех людей, предпринимателей. Надо делать. Мы с тобой несколько раз к этому приступались, но мы как бы обычно, типа ты в потоке что-то придумал и не сделал. И вот это меня научили. Я сейчас хайпанул с ледяными ваннами, короче, в Инстаграме. И все меня спрашивают, знаешь, звонят, типа как ледяные ванны или как очки. И сейчас еще спрашивают, как два Порша. Но делать. То есть, вот если мы с тобой поговорили и сразу не сделали, там один, два, три, да мы скорее всего не сделаем, опять уйдет на месяца. И вот это меня ванны научили, потому что подходишь такой, думаешь, как мне неохота. Но ты просто садишься туда. И знаешь, что меня научила еще эта ванна? Удивительно. Доделывать дела до конца. Это вот бред звучит, но ты мало того, что ты садишься, потом еще ты должен принять решение нырнуть с головой, потому что, то есть прикинь, ты сидишь в ледяной воде, там сейчас у меня 6 градусов вода, это дубак. Я сегодня сидел в 10, и это уже тепло, это Ташкент. Так вот ты сидишь минут, две минуты, и потом тебе надо еще с головой нырнуть. И я такой про себя, 5, 4, 3, 2, 1, ныряем. И это тебя учит принимать решение. А вот это умение досиживать до конца, что если ты решил две минуты, сиди две минуты, это учит доделывать дела. И я для себя сейчас трансполировал, что у меня, и у меня все сейчас немножко полетело, все начало быстрее разгребаться, выдаешь 25 дней, у меня сегодня 26 день. А даже там партнеры заметили, говорят, ты вообще изменился, говорят, в отношении к людям, к делам, у тебя вообще все начало умеяться. Я вот простроил сейчас нейросвязи, потому что на подсознательном уровне, ну это прикинь, принял решение, делаем, то есть как бы типа все делаем, потом еще раз ныряем, делаем, когда уже не хочется совсем, когда уже дубеешь, и доделываем до конца дела. Все, финиш запустил. И все это вот прикинь, в микромире за 1-2-3 минуты в рамках обычного приема ванны. Ледяной ванны, кто не понял вообще типа. Ну да. Ice Bass. Мы вставим. Да-да-да. Вот такой прикол. Прикинь, как бывает. Угар, да. То есть получается, тебе надо построить первичный нетворк, найти правильных людей, построить связи. Все возможности через людей. Все. В виде возможности запустить их, не проебать, а воспользоваться и довести до конца. Тогда будут бабки. Правильно? Я бы и так еще сказал, что надо быть готовым к возможностям. Знаешь, есть такая картинка классическая, которая это объясняет. То есть мы очень часто, у нас возможности постоянно сыпятся. Но если ты, условно говоря, не готов, ты проходишь мимо них, то все. То есть у меня сейчас, знаешь, почему, может быть, мы летим в какой-то степени. У меня в хедлайнерах бардак. Да. Но мы... Ну, короче, я вижу, если это стоящее, я просто тестирую через все термини и звезды. А вообще, почему бардак? Потому что мы выросли за рамки обычного YouTube-канала, мы превратились в полноценную структуру, я знаю, в медиа, да. И мне уже даже нужно гендир, короче, в хедлайнеры. То есть мне нужен гендир, и мне нужен опердир. Вот как можно представить, что это будет операционный директор, условно говоря, в YouTube-канале. А у нас это отдельное направление клуба, бизнес-клуба, инвест-клуба, отдельное направление сообщества трейдеров, отдельное направление партнерских проектов, отдельное съемки, монтаж, ну, то есть продакшн, упаковка, отдельный англоязычный контент, отдельный короткий контент, включая TikTok, Instagram, отдельно различные еще там, ну, как бы некие такие, просто интеграции. Да, и все, и это уже машины, это медиа, такой бизнес. Медиа, продакшн, медиа уже. Да, это медиа, да, это медиа, вот, но медиа имеет трафик. А если ты имеешь трафик, то как кэш из-за кинг, я бы сказал, что трафик из-за кинг. Вот это как бы факт. Если у тебя есть просмотры на YouTube, если у тебя есть внимание на YouTube, то ты всегда найдешь, как монетизировать. Найдешь, как монетизировать. Всегда найдешь, как монетизировать. Всегда можно придумать. Окей. Ты очень коммуникабельный чувак, и у тебя дофига знакомых. И вот когда я в Дубай полетел первый раз, мы с тобой встретились, там ты меня там познакомил с тем, с тем, с тем, я внук первый раз там был в городе. У тебя это легко дается. Многие наши зрители не знают, как построить такой нетворк. Я тебе объясню один вопрос. Я тебе все, что вся проблема упирается вот в то, что изменило мою жизнь в понимании. Через 100 лет? Дом, в котором ты будешь жить. Либо его не будет, либо там будет жить тот и другой. Тачка, на которую ты работал, которая у тебя в кредите, вообще не будет существовать, будет, условно говоря, укатана в металл. А что самое грустное, это вот, как говорится в Инстаграме, то дети твоих детей, ну, короче, если... Как они? Твои правнуки? Да. Скорее. Нет, праправнуки твои. Точно не будут знать даже, как тебя зовут или как была у тебя там, условно говоря, фамилия. Но не будут помнить. Это будет так. Прикинь. И мы к такой концепции, вообще плевать. Ну, это же есть Морген, там орут, можно сказать. Кто там, Косенко. Они поняли вот эту суть. Вообще плевать. То есть, ну, то есть, есть как бы понимание, что тебе не надо творить дичь какую-то грань, да, не надо переходить. Но, прикинь, вот в масштабе через 100 лет никто ничего не вспомнит. Никто не вспомнит, наверное. То есть, на самом деле, я думаю, что через 100 лет не вспомнят Стива Джобса при всем уважении к iPhone и прочему. Через там 100 лет останутся, может быть, Маск, благодаря SpaceX, но и тому, что первый электрокар будет Tesla. Но ты не знаешь, ты сейчас не знаешь фаундеров ни Audi, ни Mercedes, ни BMW, ни одной из компаний. Кого ты знаешь? Это Генри Форда, который первый придумал Ford. То же самое будет с электромашинами. То же самое будет с этим. То есть, прикинь, вообще плевать. И поэтому, когда мы с тобой приходим на конфу, с кем-то общаемся, неважно, ты интроверен. Знаешь, вот нужно просто вот, у тебя есть цель, и нужно просто вот брать и делать. Не ссать брать и делать. И не всегда надо быть активным. Иногда лучше помолчать и быть самым умным в комнате. На самом деле, что меня подкасты научили? Я очень люблю много разговаривать, подкасты меня научили слушать. И я поэтому стараюсь, например, на конфу. То есть, вот вдумайся в концепт. Когда ты говоришь, ты ни хрена нового не узнаешь. Нет. Ну, иногда ты думаешь об другого человека. Вот у меня с командой такое происходит. Я что-то болтаю, болтаю, болтаю. Я думаю об него и погнали. Но думать об него, об кого-то, и с кем-то общаться, знакомиться в первый раз, это разное. Поэтому иногда лучше просто помолчать. И я стараюсь, если вот меня на конфах посмотришь, минимум говорить. То есть, вообще минимум. Ну, потому что, я понимаю, что ну что я. Поговорить ты можешь и дома. Я могу произвести какое-то впечатление. Ну, или что. Я могу что-то продать. Если у меня нет цели продать, я буду молчать, если я хочу что-то узнать. И вот это очень прикольно. Поэтому главное просто подойти и послушать. А лучшее решение это конфы. Трафиковой конференции, Affiliate World Conference в Дубае. Я думаю, что я буду. Рядом Sigma. Все. Вот у меня сегодня вышел выпуск с Affiliate World Conference. 25 тысяч человек, понимаешь? Ну, камон. Дальше в Дубае, кто у нас? Блокчейн Лайф и дальше токен 2049. Блокчейн Лайф 1010 соберет, токен 2049, 1020 человек соберет. Вот тебе кейс, подходишь. И причем, знаешь, как там надо? Просто привет. Я вот, можно даже просто постоять. Есть такой лайфхак. Вот нетворкинг на конференциях. Стоят люди в 3-4 человека в кругу. Чаще всего это незнакомые ребята, если не стоят общаться. Ты просто подходишь и слушаешь. И тебе скажешь, если кто-то сам спросит, hey man, what do I do? Или там, ну, тебе ничего не мешает. Просто как бы слушай, общайся, знакомься. Проблема нас с тобой, как бы, как медийных ребят. Я вот сейчас вот здесь проживаю, да? Первый раз проблема. Ну, там, нехватка. Я не люблю говорить нехватка времени и внимания, потому что это вопрос всех приоритетов. Но вот у меня дошел до стати, что меня начали узнавать в метро, в ГИБДД, вот в Дубае, в ресторане. То есть вот я каждый раз улетаю из Дубая, 2-3 человека в аэропорту, например, на рейсе в Москву, меня узнают. Я куда-то иду в ресторан, меня узнают. Ну, то есть на конференциях это вообще будет. То есть это даже, понимаешь, ну, вот в Макдаке я зашел, меня узнали, говорят, можно сфоткаться. Прикольно. То есть я не представляю, как живут люди, у кого там 10 миллионов подписчиков с точки зрения англоязычного сегмента. Но не суть. При таком количестве внимания тебе сыпется огромное количество сообщений, потому что как только ты достигаешь успеха, это то, о чем все говорят. И как только ты выходишь в медийное поле, вдруг все с тобой хотят сразу пообщаться. Внезапно начинается. Ну, не то, что внезапно, ну, как бы все, все типа сыпятся, думают, думают, думают. И мне, в самом деле, это неудобно, что я не могу там всем ответить, например. Ну, то есть... Возможно. Я даже жене не могу ответить иногда. Я забываю. Я забываю. Она обижается. Это плохо. Это крайности. Это крайности на самом деле. Или вот у меня боль там с братом, понимаешь? Ну, то есть я там... Я, знаешь, иногда говорю, я как пейджер, я принимаю сообщения, но не отправляю. И вот обратная сторона вот этого огромного количества нетворка, это... Сложность фокуса на чем-то. Не то, что сложность фокуса, сложность правильного выбора коммуникации. И правильно люди не обижаются, но я испытываю маленькое чувство дискомфорта, иногда, что я кому-то не обещаю. Даже, знаешь, как на записи с подкастами, когда начинай подкасты, ты знаешь, у меня завтра будет раз, два, три, четыре, шесть подкастов за день. Ну, ты вообще можешь... Это со всеми договориться, это типа гемор. Ну, то есть это прям... Я знаю этот менеджмент, сам сейчас с тобой договаривались сегодня. Причем в трех разных студиях. Ну, давай. И если заниматься только коммуникацией, не будет, короче, вообще времени заниматься бизнесом. Согласен. Потому что каждый раз, когда ты занимаешься вот с кем-то, общаешься, что-то делаешь, ты не делаешь то, что ведет к деньгам. Если для тебя коммуникация или нетворки не является рычагом к масштабированию бизнеса. Знаешь, как у меня это работает? Вот берешь широкую воронку на конференции, просто пообщался, с людьми познакомился, с кем-то обнялся контактами, кто тебе интересен, да, с кем-то дальше пошел там на автопати, либо просто уже списались. И ты берешь вот этот весь пул общения, из него кристаллизуешь 2-3 проекта, либо там 2-3 темы, которые тебе надо делать, запускаешь их, в это время ты вот этот нетворк активный ты закрываешь, потому что все будет валить, 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 ты не успеешь имплементировать, не успеешь сделать. Представься, что у меня валит каждый день, у меня валит, у меня от новых людей сообщение 30 в день сейчас приходит. Причем я искренне рад ребятам, кто попадает в активность. Рассказываю лайфхак, короче, когда у меня выходят сторисы в Инстаграме и выходят сторисы в телеге, у меня правильно ребята про моя команда прочукала и знают, что я в этот момент в телеге и в сети, что я хотя бы отвлекся на 3 минуты от операционки, от дел. Надо сразу писать. И мне сразу пишут, короче, в тот момент, когда это. И да-да-да. И еще лайфхак вот всем, я вроде, может, не знаю, рассказывал, Олега, нет? Если вам надо кого-то достать, человека какого-то найти, пишите ему там без 3 минут 12. То есть, условно говоря, люди назначают встречи обычно в 12.00, 12.30. И под конец часа у всех всегда есть свободные 7-10 минут. Если вам нужно кому-то написать, кому-то позвонить, кого-то достать, выйдите на коммуникацию в последние 10 минут каждого часа. То же самое было однажды в видео у кого-то про то, как такси заказывают. Ты можешь проанализировать. Все всегда опаздывают, и поэтому такси, вот когда последние минуты часа, оно гораздо дешевле, чем там, условно говоря, в 12.10. Потому что все хотят выйти в 12, опаздывают на 10 минут и начинают резервно заказывать такси. И с коммуникацией то же самое. Прикольно. Ну это, слушай, это вот бич. Ну а дальше надо уметь просто строить отношения с людьми, чтобы тебе показывали, полили темы, чтобы ты мог это монетизировать вместе с людьми, делая классный проект. Умные люди тебе никогда не расскажут никакие темы. Это спорно. Не спорно. Вот так мы, конечно, подкасте не будем там рассказывать, там, вот сделай то, сделай все. Но если это как бы человек, с которым у тебя выстроенные отношения, ты можешь… Давай так. Объективно, если ты построил какой-то успешный бизнес, там есть огромное количество подводных камней и секрет-соуса. Не то, что ты его, короче, не хочешь рассказать, это уже вот накопленная экспертиза, я не знаю, как у нас с мобильными приложениями, понимаешь. Там, ну на этот рынок очень тяжело заходить. И я знаю, люди заходят, обжигаются, никак не могут решить вопросы с аками, с модерацией, с кучей вопросов. Ну то есть это называется накопленный опыт, накопленная экспертиза. Вот там, где я 9 из 10 раз теряю деньги, я зарабатываю вот по крупице вот этот вот опыт, вот эту экспертизу, которая потом выливается в деньги в какой-то одной истории. Да. То есть опыт – это объективно банальная фраза, те деньги, которые мы не заработали. Ну как бы. Классная фраза, кстати, да. Окей. Мы поговорили про нетворк, как знакомиться с людьми, как общаться. Давай поговорим про арбитраж, как рождаются все трафиковые темы. У тебя больше 100 выпусков, наверное. Я даже не считал. Больше 100 выпусков, подкастов с Кэптонами. Так. Скажи мне, как заработать на крипте? Ты всех послушал. И в SEO Binance, и этих чертов, и DeFi, и трейдеров, и что? Купи биткоин. Каждый раз, когда тебя, это не только на крипте, а каждый раз, когда тебе приходит идея инвестировать в какой-нибудь дебильный бизнес, в какую-нибудь дебильную идею, в новые проекты и прочее. Если не хочешь терять деньги, купи биткоин. То есть, тебе темка пришла, говорит, подкинули, чуваки, можно тут песо поменять аргентинский на долларный USDT покрути, купи биткоин. Будет введи больше. По факту DCA. Все, что говорят, вот мне надо, ничего делать нужно. Я тебе рассказывал, например, салону модель на планшете. Просто раз в неделю, раз в месяц покупаешь биткоин, но не покупать, 99% все не купят биткоин. Если ты веришь, что биток будет расти, инвестируй в крипту. Если ты не веришь, что биток будет расти, или эфир, неважно, вообще-то не веришь в этот крипторынок, уйди от него, не надо. Знаешь, какой-то пример. Я, как бы, пример моей инвестиции, сейчас вернемся к крипте, в российский фондовый рынок. Когда случилось СВО, когда вот эта вся штука пошла, весь рынок упал. Там в дно просто. Но я понимал, что Сбербанк будет работать, X5 будет продавать перекресток. Аэрофлот условно говорит, аэрофлот я не покупал, аэрофлот вряд ли будет летать, логистика будет работать. Вот у меня портфель, я тебе могу, блин, у меня здесь нет Тинькова. Сейчас я даже открою, чтобы не быть, короче, этим балаболом. У меня здесь где-то, я даже скачал этот Тиньков, я тебе покажу, сколько мне за год заработал Тиньков на инвестициях в рубле. Это всей рублевой доходности обнулилось, потому что как бы курс доллара улетел в тартарары. Но сам факт, понимаешь, что сейчас прямо покажу. Если захочешь купить какие-то активы в России, то это не так. Не, я тебе объясню пример, почему я подвел тебя к теме российского рынка. И удобная аналогия для многих с точки зрения крипты. Вот смотри, напомнить позже. Вот моя доходность по инвестициям, сейчас она 48%, хотя по факту она была там 97%. Но сейчас что-то, видимо, просело, надо посмотреть. Причем это на капитал, ну там сколько там, 300 тысяч рублей на, ну нормально, плюс 150 тысяч рублей, собственно, годовая доходность. Я просто верил, что эти компании будут работать. Я понимал, что этот рынок будет расти, и что будет происходить. Никуда он не денется. Он никуда не денется. То же самое с криптой. Если ты веришь, что этот рынок будет расти, то ты туда просто вкладываешь деньги. А дальше стратегия очень простая, если ставишь отметку, например, 150 тысяч долларов за биткоин. Веришь, что 150 он дойдет? Вот он верю 150, и мне хватит. То есть это люди не умеют, то есть важно будет вовремя выйти. Как правило, выходить мы будем тогда, когда ко всем начнут уже говорить про биткоин, понимаешь, таксистые, что говорится. Но ты веришь, что это 150. А дальше делать очень простую штуку. Ты берешь и вот, ты зарабатываешь 100 тысяч рублей. Возьми 10%. Вот 10 тысяч рублей. И по 2 500 рублей, по 25 баксов. Офигеть, 2 500 рублей, 25 баксов. Охренеть. Охренеть. Короче, хотя бы, блин, ну это мало. Ну ладно, по 2 500 тысяч рублей, по 2 500, да, по 2 500 рублей, покупай биткоин раз в неделю. Ты можешь покупать неделю на биткоин на 25 долларов. Вот за 4 недели купишь его на 100 долларов. И тебе плевать, сколько он стоит. Я даже не смотрю, сколько биткоин стоит. Я захожу раз в неделю, покупаю, захожу, покупаю, захожу, покупаю, захожу, покупаю. И я буду покупать его, вот он сейчас стоит там 48. Завтра он упадет до 46, я куплю его на те же самые 25 долларов. Он упадет до 30, я его опять куплю на 25 долларов. Он вырастет до 70, я его буду покупать на 25 долларов. И я продолжу этот биткоин покупать до 150 тысяч. И скорее всего, за вот этот период времени, сколько он будет там расти к 150, я накоплю какое-то количество биткоина. И средняя цена покупки у меня будет, не знаю, там 57 тысяч, условно говоря. Как только он стукнет 150, я по 10% от всего, что накопил, буду продавать. И у меня, неважно, 10% в неделю. Мне 10 недель хватит, чтобы выйти из рынка. И тем самым я буду входить в этот рынок, не знаю, год, полтора, два, три, сколько займет. Но если я верю в него. И когда он стукнет 150, я за 10 недель из него выйду. И у меня будет усредненная цена покупки в 57, а усредненная цена там продажи будет, не знаю, 160. Вот тебе 2,5x. Вот как заработать на крипте, это тупо, причем эта законность максимально ликвидная. То есть, это не надо превращать в трейдинг, но ты всегда скинешь биток и всегда скинешь эфир. Ну, да, если он упадет, и тебе будут очень нужны деньги, ты, скорее всего, скинешь в убыток и так далее. Но это суперликвидная инвестиция. И поэтому на крипте объективно работает вот это. Второе, это инвестиции в некие кэшфлоу модели. Условно говоря, в платежки, в обменки. Ну, то есть... А обычному человеку это доступно? В принципе, доступно. Ну, то есть, я... Это доступно, но вот мы, например, там... Через клуб мы предлагаем, ну, мы хотя бы сделали от 5000 долларов, потому что, ну... Ну, чтобы со 100 долларов ликвидки... Там, ну, нет, никто не будет, во-первых, это 100 долларов ликвидки, во-вторых, это огромное количество геморроя расчета операционного, и там нет таких денег. Но эта тема дает 3% в месяц. 3% в месяц и 36 годовых. Это дохрена. 36 годовых в долларе, еще при сложном проценте при инвестиции ты сделаешь 40 с лишним, это офигенная доходность. Это дохрена. Очень много. А модель очень простая. У тебя вот... Ну, например, куда мы инвестируем, это обменники Kenny Exchange. Ребята, у них 54 точки в 54 городах России. То есть, условно говоря, я не знаю, какую боль решают. Очень простую. В Москве обменников куча, а в Мурманске нету, в Пензе нету, в Ижевске нету, в Коломне нету. А там есть огромное количество людей, которые хотят зайти. А люди не хотят переводить по обезнальной карте, неизвестно кому, 500 тысяч рублей или миллион. Честно, вот я ни разу на пи-ту-пи не менял с русской карты крипту. Мне стрёмно свои карты. Они не хотят ехать в Москву покупать. И просто Женя сделал гениальную вещь, он открыл локальный офис и берет офигенную комиссию 2-3% за обмен. И к нему люди приходят, пьют кофе в приличном офисе, безопасность, за дверьми. Все считают, получают крипту, все, погнали. И дальше магия. Откуда возникает доходность? Ему... Он собрал рубль со всей России. Ему надо рубль от кого-то, детям нужно обратно крипту откупить. Ему этот рубль, естественно, отправляет в Москву. Ты сам знаешь, как дальше там потоки, там, не знаю, там, садовод, Китай. Ну, там, круговорот рубля, это я не силен в этом, на самом деле. Но сам факт, что если у тебя есть огромное количество рубля наличного, тем более, где-то в регионах, ты его, условно, должен куда-то переправить. Ему нужна ликвидка. Регулярно. Ежедетешная. И вот он привлекает деньги, и мы как бы туда инвестируем вместе с клубом. И это прикольно работает. Это кэшфлоу направление. Это пример один из. Также есть там платежки, есть всякие штуки. А платежки, инвестирующие нет? Нет. Платежки нет, там доходность чуть поменьше. И, как правило, им не надо. Они, это операционный бизнес, это больше как инвестиции, как долевые. И третье, наверное, большое направление в крипте, это ранние стадии. Аллокации. Аллокации. Но это тоже частично. Не то, что... Блин, это долго. Это, короче, не надо лазить с маленьким чеком. Как это работает? Это обычная венчурная модель. Просто в крипте она просто быстрее. Если венчурный цикл сделки это 7-9 лет будем, объективно, никаких 3-5 лет там нет. То в крипте это как раз 3-5 лет. То есть ты заходишь в проекты, но тебе нужно зайти минимум в 20 проектов. И чтобы заходить нормально, вот эта вся суета, когда ты будешь заходить с 1000 долларов или со 100, это нахрен никому не надо. Ты переплатишь комиссии за менеджмент фи 10-15 процентов. В итоге заработает только организатор пула, просто операционные деньги. Ну да, вот с малышей... То же самое, да. Чем меньше чек, тем больше комиссии. В принципе, это все очень просто. Ну вот хотя бы от пятерки на один проект, это 100 тысяч долларов на 20 проектов за год. 110 тысяч долларов надо, пожалуйста. Если ты готов на 20-25 проектов заложить как бы на год, по пятерке на каждый проект, кайф. Ты спокойно на 1-2 инвестиции будешь делать в месяц. У тебя накопится за полтора года, ты войдешь в эту позицию. И за следующие там 3 года ты будешь выходить. И это тоже тебе даст потенциально. X3, X5. Знаешь, как я это узнал? Я это просто спросил. Вот я сейчас уже, наверное, человек 16, у кого несколько миллионов долларов в крипте заработанных. Я просто спросил, как они сделали капитал. Ты думаешь, мне кто-то сказал, что там кто-то темку поднял мэмпкоин, купил какую-то скамую. Ни хера. Все купили либо биток, либо ранние стадии. Биток – ранние стадии. Ну я биток, эфир, монеты. Услуги там топ-5 монет. Да, топ-5, топ-10. Все. Это говорят люди, у которых уже миллионы долларов в крипте. Нахрена делать что-то еще. Дальше есть уже стратегии. Фишка в том, что вот эта первая модель DC, про которую я тебе рассказал, про закупку крипты, ее никто не делает. Они сейчас, даже если у нее есть USDT, многие сейчас в USDT, а тебе недоступны инвестиции в крипте, пока у тебя нету крипты. Как только у тебя появился чуть-чуть битка, чуть-чуть эфира, не знаю, чуть арбитрума там, чего-то еще, ты можешь начать использовать стейкинг, можешь использовать пулы ликвидности, можешь потихонечку преувеличивать эту крипту. Какой риск потерять там? Я бы сказал, что нету. Ну то есть если вообще используешь базовый стейкинг, то нет. Очень простой пример. Давай я его приводил, я хочу просто еще раз, чтобы больше людей узнало. Вот USDT. Давайте вот там, ты пользуешься USDT, ты за каждую транзакцию платишь примерно, это бакс, если ты плачешь с биржи, а если ты плачешь с кошелька, это 2-3 доллара. Да, я нативным троном плачу, потому что… 2-3 доллара нативным троном. Я стейкаю этот трон, и мне за стейкинг трона платят 5% годовых. То есть, и у меня, помимо этого, еще транзакции бесплатные. Почему? Потому что то, когда ты плачешь трон, мне как стейкеру этого трона прилетает маленькая доля комиссии. То есть, условно говоря, я стейкаю трон, получаю 5% на вот этот застейканный TRX, и помимо этого, я еще получаю бесплатные транзакции в троне. Сколько трон волатильный сам? А вот теперь прикол. Трон – это вообще хедж-актив, который, во-первых, растет, когда все падает, и почти не падает. И он стабилен, он реально стабилен. Все. Вот тебе простой пример. Сейчас тебе лично просто покажу. Вот, claim reward. У меня тут за какое-то время заработано 12 TRX. Но это какие-то копейки, потому что я недавно их забирал. Но сам факт. На трон-линке это стейкать можно на любом? На трон-линке, но, по-моему, это сейчас на любом даже можно. Сам факт. Дальше. Стейблы. Что со стейблами делать? Ты стейблы можешь разместить на биржах. Возьми 5 бирж и размести там хотя бы USDT под 7-15% годовых в долларе. Открой OKX, Binance, BitGet, BinGix, Bybit. И на каждом. Вот я тебе прям. Давай открой Binance, и я тебе покажу. Ты удивишься. Я видел 3,3 последний раз. Я подумал, заводить к этим типам свои USDT, которые тебя скоманут потом, когда придет. Если к этому так относиться, то да, ну вот, давай, я не знаю, есть какой-то USDT, у вас мой USDT. Давай, зарабатывайте. Вот Binance, внимание, до 14,76. Сколько можно положить? По-моему, капы есть какая-то сверху. Подожди, давай посмотрим. Так, ну подожди, вот, нажали. Макс, да. Значит, ну здесь вообще типа много. Здесь вообще непонятно. Здесь нету пока лимита. То есть даже сейчас Binance принимает по 14,76 USDT. Неплохо. У тебя есть как бы риск Binance, ну и минимальный. Ну такое, да. Ну как бы вот, вот тебе кейс. Ты можешь просто свои стейблы положить, блин, черт возьми, на Binance на 5 биржах, ну разбедили их, положи их Потому что когда раньше я смотрел, было по 3,3, какая-то, ну... Ну я понимаю, ну не хватает стейблов, да. Положи их и все, вот те уже штуки. И люди не умеют просто этим управлять. Ну то есть фактически, ты получая крипту, ты получаешь себе набор определенный ДФА инструмент, даже примитивный. Или стейкинг. Вот все покупают, давай, самые популярные монеты в портфеле. Я 100%, вот вы смотрите, здесь крипта, у вас в монете есть DOT и есть Atom. Нажмите, блин, две кнопки в своем Trust Wallet, у вас счет деньги скорее всего лежат на Trust Wallet и застейкайте DOT и Atom под там, под 10 и под 15% годовых. Крутая доходность, да. Блин, просто, вы сидите в активе, вы понимаете, что там он будет расти вместе с битком, пусть он стейкается. У меня стейк лежит DOT и Atom, и каждый раз, когда я откупаю DOT и Atom на споте, я его также дальше стейкаю. И дальше у тебя идет сложный процент, ты каждый раз увеличиваешь количество актива и еще его стейкаешь, увеличиваешь, стейкаешь. Да, есть период разморожки, 14 дней. Но если я собираюсь продавать биткоин 10 недель, когда биткоин будет 120-130, я просто нажму вытащить из стейкинга DOT и Atom, они за там 14-20 дней разлочатся, я их спокойно продам вместе с битком. А как ты менеджишь все это? Есть какие-то системы, которые позволяют сервисы отслеживать все активы? Мне сейчас нужен отдельный управляющий по инвестициям. Но это мой случай. Наверное, мой, потому что тоже надо будет много куда-то залезать. А обычному человеку? Обычному человеку это хватит 10-15 минут в неделю. Поставить себе задачу в пятницу вечером сесть, сделать. Ну, давай так, никогда не откупайте крипту на выходных и в пятницу. Лучше откупать крипту либо по понедельникам, либо по четвергам. Почему кстати? Потому что все гэпы, например, происходят на выходных. То есть в пятницу многие закрывают позиции. То есть все, кто есть, возьмем с тобой классический трейдинг. То есть обычно кто торгует в рамках недель, в пятницу все закрывают перед выходными, чтобы не получить никакой сюрприз. А в понедельник цена компенсирует то, что произошло на выходных, какие-то новости и прочее. И поэтому кайфово, в принципе, в четверг, ну я для себя выработал день. Оптимально ты просто заходишь. Я не смотрю, я вот захожу и просто по рынку, просто конвертация по маркету я покупаю, отправляю на кошелек, покупаю, отправляю на кошелек. Все. И дальше стейк, конечно, это все работает. Вот на самом деле в крипте можно делать просто вот это. Ну и пятое направление – это делать бизнес в крипте, продавать кирки, лопаты, делать что-то. Ну давай простой пример. Мы. Вот не буду далеко… Ай, там, аирдропы. Кто-то фармит аирдроп, а кто-то продает сервис по аирдропам. Вот аирдропхантер ребята сделали, офигенно, залетайте. Там прям метаматской подключаешь, они там… Ну прикольные скрипты, верифицировал классный сервис, аирдропхантер.сайт. Рабочий штук. Да. Мы, например, медиа, то есть мы понимаем, окей, мы вот построили бизнес. Почему я пошел, знаешь, в крипту? Во-первых, мне было интересно. Во-вторых, я понял, что там самые большие бабки. То есть это можно сказать, что типа я пошел, с одной стороны, за пэшном, с другой стороны, я пошел за деньгами. Потому что я видел, что происходит по зарплатам, я понимал, сколько получают, условно говоря, само в криптокомпании, само в продуктовой компании, само в Яндексе будет. Ну, Яндекс не другой пример, в какой-то там айтишной компанией будет получать 3-4 тысячи долларов, в криптокомпании 10. Ну, всякие. Ну, везде так. Да. И прайсы другие. И почему я могу брать себе за подкасты там, условно, 15 тысяч долларов сейчас? Потому что это крипта. Как бы, и немногие могут себе это… А в крипте это типа норма. Ну, вот я не знаю, как так получилось. И поэтому ты можешь… Обычные медийки, 15, это не знаю, у кого-нибудь там, у Лебедева там, не знаю. Ну, может быть, да. Мы как бы… Где я и где Лебедев на самом деле вообще. Ну, как бы… А цена в 3 раза больше. Типа того, да. Но ты можешь делать что-то в медиапространстве, не только в медиапространстве, просто в криптопространстве, какие-то сервисные услуги. Банально, ты можешь для проектов писать white paper, бумаги. Ты можешь делать там, не знаю, там проектов делать, работать community manager. Можешь делать там шиллингами. И платят нормально до сих пор на медвежки. Везде нормально. Да нет, уже медвежки. Уже сейчас такой этап, на самом деле, разгона уже начинается, прям фома. Но я это чувствую. У меня есть кейс. Это называется индикатор брата, да. Я люблю свой брат. Он дикий красавчик. Он компенсирует все мои слабые стороны. Но я знаю, что когда мне брат звонит и спрашивает, что делать с битком, это значит, что… Вот оно. Вот оно. И либо всех высаживают, либо всех сажают на паровоз. Ну, вот потому что я знаю, что он регулярно это открывает. И он подсознательно понимает, что я нахожусь как-то чуть больше в этом поле. И спрашивает меня. Но я тебе говорю, повторюсь, у меня брат, на самом деле, деньгами управляет гораздо лучше, чем я. У него более консервативная стратегия. И у него всегда денег больше, чем у меня. С точки зрения, ну, как бы, условно, наличности. Потому что у меня все всегда распихивается. У меня что-то приходит. И знаешь, как бы, я не знаю, насколько это правильно. У меня тогда есть какая-то подушка. Но если у меня деньги пришли, они тут же ушли. Они тут же ушли в инвестиции. Они тут же ушли в крипту. Они тут же ушли в проекты. То есть, ну, это не значит, что я их потратил на там тачки и куда-то еще. Они тут же уходят в бизнесы, в проекты. Это круто. У меня ничего не... То есть, либо я, у меня, ой, го, у меня есть свободный кэш, давай-ка мы проэкспериментируем. Либо есть, оп, давай займем. Почему? Потому что, ну, я сейчас иду как бы ва-банк. И у меня задача добежать до 20 миллионов долларов. Потому что, ну, мы-то с тобой считали, 13-20 миллионов долларов. Я вот могу сказать, от 50 тысяч долларов в месяц уровень жизни вообще не меняется. Вообще никак выше. Ну, там, плюс-минус что-то. Там, от 20-30, это вообще уровень тоже, где жить, и ты будешь шикарно на 20. Если ты можешь там 2-3 миллиона в месяц тратить на жизнь, и это тебе не больно, да, то в любой стране будет хорошо. Ну, в Америке будет напряжено, а даже в Дубае, где супердорог, будет нормально. Ну, в Калифорнии только если напряжено. Да, и я поэтому не сейчас... Ну, это как бы я уже себе могу позволить, да. Я не рассматриваю бизнес-модели, которые генерируют меньше 20-30 тысяч долларов в месяц. То есть, условно говоря, мы берем внутрянку, я говорю открыто про цифры. Мы еще хотим запустить клуб-хедлайнеры, мы его запустили. У меня задача набрать 300 резидентов. 300 резидентов по 1000 долларов в квартал. Это 300 тысяч долларов, соответственно, в квартал, либо 100 тысяч долларов в месяц денежный поток. Прикинь, что я могу делать на 100 тысяч долларов. Я могу не жить. Я могу, помимо там денежного потока, я могу нанять топовых людей с рынка. По 5000 долларов платить, по 7. Я могу организовать ивенты раз в квартал, где я буду закрывать какой-нибудь клуб в Москве, условно говоря, Соха, или в Дубае выезжать в пустыню, и тратить на этот ивент 50 тысяч долларов, и мне будет непринципиально. То есть, но я понимаю, что это мне позволит делать крутой продукт. То же самое, если это мне будет генерировать какой-то кейс. С випами у нас отдельная штука, у нас отдельная группа есть, где мы там 3000 долларов стоят квартал. Это с капиталом от 100 тысяч долларов. Но теперь вдумайся, 20 випов, 60 тысяч долларов в квартал, 20 тысяч долларов в месяц. Вот эти, в принципе, тоже на аналитику, на жизнь, на бизнес-модель, на прочие костов. Ну да, один стенд мы купили на блокчейн-лайв, 48 тысяч долларов. Я ненормальный, вот кто из блогеров, из медийного поля, мы взяли крупнейший стенд на блокчейн-лайв, прямо напротив вип-зоны, прямо напротив медиа-зоны, рядом со сцены, с самой проходной точки. Я вот это буду. Всех приглашаю, промокод Headliners10, кстати. Да, 10% скидка. Вот тебе расходы Headliners. Но я понимаю, что это даст гораздо больше. Ты иксы сделаешь на этом стендинге. Да, возможно. Новые гости, новые рекламные контракты. У тебя все, кто там есть, все твои реклы, которые есть, вот они. Да, да. Ну вот куда мы как бы тратим бабки. Понимаешь, просто это уже начинается другая игра. Я рад, что мы как бы в нее сейчас немного как бы играем, потому что там, ты вспомни, меня три года назад, ну как бы мы там с тобой общались. Такой же красавчик. Нет, конечно красавчик, но было, например, очень тяжело. Я уже там, ну знаешь, я два раза уже деньги, нет, кстати, у меня третий раз, когда ко мне деньги, я уже зарабатываю. Я поэтому уже понизил себе степень риска и уже понимаю, что не надо делать. Ты не борщишь нас совсем раз. И даже давай два Порша. Вот я прям сейчас все в шоке. Я выложил сториз, блин, Никита, зачем тебе два Порша? Но зато это, во-первых, это инфоповод, конечно же, как ванна. Потому что белый и черный. Прикинь, типа инфоповод, блин, чувак купил два Порша. Меня, знаешь, как все знакомятся, говорят, как Порш, как очки и типа как ванна. Ледяные ванны. У меня Порш в лизинге. У тебя был гость Женя, у меня был гость Женя. Вот он рассказывает, я выплатил лизинговые платежи за один Порш. Через месяц взял второй, соответственно, Порш. Мало того, у меня Порш оплачивается из процентов от инвестиций. У меня деньги лежат в ликвидности на обменку. И из доходности этих инвестиций я оплачиваю Порш. И у меня еще остается, потому что у меня там доходность выше, чем стоимость лизинга. То есть фактически я претворяю в жизнь книжку «Богатый папа, бедный папа». Я не дурак на медвежке, ой, на бычке сейчас, ну как бы на таком на среднем рынке морозить живой кэш в тачку. Да, дает эмоции. Это вся инфо-цыганская херня. Я с жизнью... Хуйня все это. Если у тебя голая жопа, нет денежного потока, не важно, не важно, какая у тебя там тачка, какая у тебя там энергия. Не бери Порш. Да, то есть я лучше тот кэш, который зарабатываю, вкладываю в рынок и в хай, да, где-то может быть риск инвестиций, я не покупаю мэмкоины и всякую там чушь, которая поможет добежать до 20 миллионов. И мне там, знаешь, мне еще это... Кстати, вот сопротивление семьи, я очень люблю свою семью, но я понимаю, что у меня там все, типа, давай поскромнее, ну а я еще... Вот что я делаю? Где я? Я как деньги раздаю, как кассиенка. Я сейчас не видел, у тебя сториз... У меня нету выебонов, все видят, что я работаю, я работаю, понимаешь, 14 часов в день, там 16 часов в день иногда. Ну блин, да, вот, ну как бы... Хочешь купи? Я хочу добежать до 20-ки. Я реально хочу добежать до 20-ки. Потому что я понимаю, что с 20-кой это меняет вообще, ну все. Ты можешь... Вот мы тоже с нашим SEO сидели и про капитал говорили. Говорили про капитал. И мы пришли к тому, что капитал, ну вот начиная с 13 миллионов долларов, где ты можешь планировать не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. И это важная история. Да. А знаешь почему? Потому что 13 миллионов долларов тебе даст денежный поток примерно, ну давай, 10 годовых, 130, он тебе даст денежный поток 80. Там 100 тысяч долларов в месяц при правильном размещении. Скорее всего, доходность его не будет 10%. Доходность его будет 6. Да, 6-8% при консервативном. Полтинник. Ну это тебе даст, условно, 60 тысяч долларов в месяц, которые все в любой стране мира... Ну, условно, ты можешь... Причем, ты если заработал 13, я не знаю ни одного человека, который заработал 10, 1 миллион долларов, 10, 20 и так далее, которые не работают, которые сказали, все, мне хватит, я буду чилить. И они работают не потому, что им больше денег хочется, больше денег все понимают, нахрен не надо, а потому что интересно. Я работаю, потому что интересно. Интересно, понимаешь, все. что же я важную вещь заметил? У меня там были баттлы с некоторыми моими близкими ребятами, когда мы были еще, бизнес помоложе был, мы были там поменьше, там денег было поменьше, и мне один из там чуваков говорил, я не хочу это делать. Я говорю, блядь, чувак, есть хочу, а есть надо, тебе надо, заткнись и делай. Он говорит, я не хочу, а еще не было права говорить, я не хочу, говорю, заткнись и делай. Я говорю, мне надо, но я не хочу это делать, я буду делать это, финансовый блок строить, там знаешь, какие-нибудь там, в продажах что-то. Ну, понимаем, компания разъебется, если там это не делать. И я понял, что сейчас модель такая, тоже на других подкастах мы обсуждали, что чем как бы ты становишься успешней, тем больше ты можешь позволить делать хочу и меньше надо. И сейчас у тебя хочу и надо начинают сходить. Ошибка вообще, не верю в это, не верю. Это знаешь, я считаю, что это вот меня бесит, на самом деле, во всем медиапространстве, что люди, которые пахали, я знаю, как они пахали, 5, 6, 7 лет, доходят до успеха и начинают тебя учить о том, что нужно медитировать, ставить цели, желания, заниматься всей вот этой дрочкой. И жить еще по кайфу, жить себе вот по радости, как это модно говорят. Закрой глаза, придумай что-то, бля, как будто это муть все. Если бы они не пахали предыдущие 5-7 лет, не было бы вот этого сейчас. Да, то есть, и давай так, вот давай, вот я свой пример разведу. У меня как выглядит мой сториз? Мой сториз выглядит, что я, условно говоря, сел в Поршку, поехал, снял красивый Дубай и потом еще что-то рассказал. Знаешь, как это выглядит на самом деле? Ты проснулся, там, ну берем маленькую, там чуть-чуть у меня есть маленький утренний рот, пока я не выпью чашку чая, я как бы там не начинаю, да, там, это важно. Но не суть, открыл ноутбук и работаю. В Дубае весь световой день. Я вот вчера сел вечером и загрустил, работаю весь световой день. Ну, иногда там сына в садик отвел, окей, бывает, но в целом. Потом я сажусь туда в тачку, 15 минут, еду до зала, и я кайфую, короче, эти 15 минут. Я в зале, ебашу, прости, полтора часа, жестко, и сажусь в тачку, еду обратно, там провожу время с семьей, с детьми и так далее, это час-полтора, возвращаюсь домой, ну, поднимаюсь себе наверх, иду, короче, дальше работать. Это как это на самом деле и как это, возможно, выглядит в Инстаграм, когда, а, там, тачка, Порш, какие-то мысли, ванны. Дубай. Ванна, ванна, знаешь, как занимается сутки? Семь минут. Ну, то есть, больше не высидеть. Нет, открыть, залезть, посидеть, вытереться, закрыть. И вот, и об этом все, что мы видим, делим на 10. Вот я вот, как бы, я уже, ну, то есть, вот он, вот он кейс. Почему все в крипте идут в трейдинг? Мне кажется, что это очень слабый шанс там заработать денег. Все сгорают, там, что-то профучие в состоянии. сложно сказать. Сложный, это фуллтайм работа. Не знаю, для меня очень сложно трейдить. Это выглядит, как быстрые, легкие деньги. А по факту, это фуллтайм джоб, причем с повышенными рисками. Повышенными, не пониженными. Но, медийка, то есть, показывает, что успешные трейдеры что-то делают. Есть, вот знаешь, почему в СИУС трейдинг? Вот почему я пошел в трейдинг в 2011, в каком-нибудь, в 2009 году? Я же в универ поступил в 2009, в 2009, в 2018 лет. Я увидел рекламу Аль Пари Форекс Клуба. Да, блин, я не смысле на мысль прыгаю. Вот мы сейчас стою в Дубае, едем, здесь огромный стенд висит. Везде Форекс. Life is better with the money. With the money, я тоже офигел, нифига себе прогреваю. Вот тебе ответ на вопрос, потому что... Жить лучше с баблом, трейдинг. Да, и выглядит так, что трейдинг, прикинь, идеальная штука, когда ты сидишь дома с ноутбуком или из любой точки мира, с Мальдив, ничего не производишь, ничего не делаешь, а нажимаешь две кнопки типа вверх или вниз, условно говоря, то есть купить там или продать, и зарабатываешь бабки. Я же так же думал, на самом деле, и так многие думают, и там у одного процента получается. Но фишка в том, что я не могу тебе сказать, что трейдинг это суперплохо, это просто надо пробовать, и он кому-то заходит, а кому-то и не заходит. Это явно нелегко. Это нелегко, это такая же работа. Знаешь, почему я, например, сейчас не торгую? Я не капитализирую. То есть, когда я сижу и медитирую на график, я понимаю, что я не совершаю никакого капитализируемого действия. То есть, когда я делаю над какой-то прилой, тружусь, тружусь над каким-то там, не знаю, ютубчиком, вот мы выкладываем. Это каждый раз вклад. Это та же, блин, пост в инстаграм, в рилс выложить. Это больший вклад в лонг терм, чем просто едет медитировать на график. Здесь ты ждешь только сделки, и все, это время сгорело. Да, и ты, причем, когда вошел в сделку, знаешь, как работает у всех? Ты 10 минут смотришь на график до сделки, потом ты открыл сделку, и следующие 10 часов ты смотришь на этот график. Хотя ты уже открыл сделку, и уже у тебя стоп стоит, тейк стоит, и ты вообще плевать, что там будет. Закрой, посмотри результат, да? Типа. Но нет, даже опытные ребята, даже вот раз Пентагон у меня сегодня проводил прямой эфир, я просто с ним снимал подкаст в Бангкоке, мы с ним сняли подкаст, и он сел в такси, и следующий час он смотрел на график, хотя он суперопытный чувак, и так далее. Хотя он уже открыл позицию, и он уже сделать ничего не может, и он по его стратегии он не будет эту сделку закрывать раньше, он не будет нарушать свои правила, но он все равно туда вниманием вовлечен. То есть это проблема. А почему популярно? Потому что... Маркетинг. Да нет, ну это правда, типа, условно говоря, кто-то скажет, я верю, что вероятность 50 на 50. Даже, вот представь себе, что вероятность 50 на 50. Ты ни разу не видел трейдинг, ты открыл сейчас терминал, накинул свои 100 долларов, взял плечо, шарахнул, и 100 долларов превратились в 200. И знаешь, в чем прикол? У 50% людей это реально первая отделка стреляет, потому что вероятность 50 на 50. Как будто монетку подкинул. И теперь, прикинь, у тебя половина людей получают результат сразу такие. Ну давай так, это сейчас для нас там в Дубае звучит 100 долларов, а у него, вот у меня человек работал, 60 тысяч рублей было, он 10 тысяч скопил, вложил в трейдинг, и тут бац, он сделал 10 тысяч за 5 минут или за час. Нифига себе, типа. А до этого он откладывал их там вместе. То есть вот тебе кейс, вот, и почему это работает? Потому что у 50% изначально это стреляет. Ну мы же рассказали, что лучше делать. Трейдинг, если не хочешь фуллтайм джоп, то ты просто... Слушай, но с другой стороны, давай так, если ты как-то, у тебя получилось это, то это тебе лифт даст максимальный. Мне Саша понравился, говорит, я не помню, по-моему, Саша с Асаней мне о Клинков говорил, нет никакой темы, которая более быстро сможет тебя привести к результату. Просто нет. То есть трейдинг это самый быстрый путь, ну думают, по крайней мере, что это самый быстрый путь к капиталу. Ну ты можешь и обнулить. Ну а все обнуляют, 99% обнуляются. У меня же написано, что 89% ритейл депозитов обнуляются обычно в правилах Форексов и прочее. Ну я не читал. Не, у тебя обычно, когда читаешь какую-нибудь Форекс-платформу, либо даже криптотрейдинг с плечом платформы, они обязаны писать по законам разных стран, что сколько процентов обнуляют. Ну, наверное, как бы... Да, знаешь про что? Хер с ним, с трейдингом. Короче, чуваки, хотите торговать, торгуйте, но Никита рассказал офигенные схемы с меньшим риском. Если будете торговать, торгуйте на бирже BingX. У меня сегодня продакт-плейсмент. Давай ревку оставим еще. И еще ревку оставим. Не, кстати, почему, да, я расскажу про биржи, интересный кейс. Это как бы не рекламный блок, реально. Мы сейчас с хедлайнерами стали номером один вообще медийка в крипте. Максимальный охват. А цифры, напомню, 6 миллионов просмотров в месяц, 2 миллиона уников. Ни у кого нету на рынке таких цифр. Удержание одного подкаста 18 минут. Ну, жесть просто. И у нас очередь из всех бирж. Из всех. Вот вообще как бы OKX, Bybit, BingX, BitGet, там, Gate, HTX, все. И мне надо было найти партнера, с кем партнером, потому что я понимал, ну ладно, надо, у нас есть контент-портрейдинг, он залетает. Кстати, вот мы сейчас поняли, что контент-портрейдинг реально идет. Хорошо. И мне надо было найти партнера надежного, кто мне, по крайней мере, понятен. Мне понятно, важны были люди, потому что я бизнес делаю не с безликой биржей. Вот для меня все эти биржи, это безликие машины. Корпорация просто. Мне было важно понять команду, которая внутри сидит, топ-менеджментов, понимаешь? И я со всеми пообщавшись, вот определился, понял, что мне ребята из BitGet понятны. И на удивление, заходит очень позиционирование неправильное всех. Мне кажется, маркетинг бирж, я не знаю, кто их строит. У многих бирж. Bybit, 2018 год. Основание. Когда про нее узнали? В 21-м году. Binance, 17-й год основания. Когда про нее узнали? В 18-м году, по-моему, здесь тоже в 19-м или 20-м. OKX, там, по-моему, тоже, сейчас не могу сказать, но тоже тех же времен. BingX, 18-й год основания. Три года подряд лучшая биржа по версии TradingView. Десятое место в CoinMarketCap'е. Весь рынок Азии сидит под BingX, а это значит, что, да, есть риски, соответственно, потенциальные, что азиатов будут давить, но это проверенный продукт, и там много ритейла азиатского. Азиатского ритейла больше, чем российского. Обороты такие же, как на Bybit. И вот мы с тобой приходим, а нам говорят, все, позиционирование берешь, там молодые биржи, нет. Ну, как бы полноценный, крутой продукт. Пока ты мне не сказал, я о ней не знал. Я понимаю, маркетинг где у них? Не, маркетинг, кстати, у ребят молодые. Короче, ребята, там очень прикольная команда, там есть команда топ-менеджмент, соответственно, BigX, а есть ребята, которые взяли СНГ-регион под себя, сказали, мы будем этим СНГ-регион, мы его будем качать, будем им руководить. И я первый раз в жизни понял, что я имею реальное отношение, я могу влиять на биржу, я могу обсуждать листинги каких-то токенов, которые нужны комьюнити, я могу доработать какой-то функционал, который нужен людям. И еще неочевидная штука вот про трейдинг. Трейдинг коммуницируется с TradingView. То есть ритейл, обычный инвестор, он торгует на терминале биржи, но всю аналитику делает на TradingView, на большом терминале. Блин, ребят, вы прикиньте, вы на самом любую биржу, в том числе BigX, можете просто подключить по опишке к TradingView и торговать сделки на TradingView. Прямо там. Я думаю, что даже ты активы смотришь на TradingView плюс-минус. Не на TradingView. Ну, на CoinMarket. Ну, сам факт, что техническое решение ты можешь торговать прямо там. Я TradingView, ну, юзал. Ну, вот. И тем самым, как бы, вот я выбрал партнеров, людей, которые мне понятны, мы сделали трейдингное сообщество, это крутой продукт. И вот сегодня мы провели прямой эфир на 2 часа с растом. И это одна из точек для меня монетизации, потому что это так. То есть я тоже один из немногих сказал, комиссия нам платит. Знаешь, как работает? Вот ты сейчас регаешься на бирже, и ты за каждую сделку будешь платить комиссию. Да. И там доход биржи офигенный, с каждой сделки. А в сообществе люди торгуют. По сути, что делают биржи, они с партнерами, в данном случае, со мной делятся частью этой комиссии. Да, я знаю, Ревшаров. Но она точно, то есть ты и так, и так плачешь эту комиссию, то ты либо плачешь ее на прямую бирже, либо часть ее попадает нам, и мы с своей стороны делаем максимальный сервис, делаем как бы комьюнити, сообщество, мы из этих денег приглашаем гостей, соответственно, мы ведем это сообщество, платим модераторам, то есть делаем вот такую структуру. И я считаю, что это, на самом деле, крутая модель, но там зарабатывают единицы с точки зрения всех партнеров, потому что это надо работать. То есть если ты хочешь делать, знаешь, как выглядит у всех ревка вот эта? Типа один раз прорекламировали, она сделала вот так, а потом она ушла в ноль. Да. А как должна выглядеть ревка, нормально, когда ты работаешь? Она должна выглядеть вот так. Но это огромное количество труда. Это большой труд, да. У меня только сейчас в одном сообществе хедлайнеров уже восемь человек трудятся, понимаешь, которые просто все это поддерживают. Красавчики. Поэтому мне как бы не... Я не считаю это, знаешь, даже я раньше думал, я реально вот до прошлого времени это как-то зазорно, что ли, вот с кем-то аффилироваться, быть каким-то аффилиатом, какой-то трафик отливать. Амбассадором чего-нибудь. Амбассадором чего-то. А потом меня вскрыло, ну то есть реально, прикинь, мы сделали крупнейший канал в крипте. Да. Мне надо что-то делать с этим трафиком. А чем отличается то, что там амбассадор, амбассадор, не знаю, ты порекомендовал какую-то мультиварку или какой-то бренд шмоток. Ну типа того. Ты порекомендовал криптобиржу. Если рекомендуешь хороший продукт, кому-то не нравится, пускай идут в жопу. Ну вот такая штука. Но здесь все на совести всех инфлов, потому что я считаю, что те, кто рекламит сигналы, те, кто говорят, чуваки, давайте торговать вот так, как я, это с камина. Ну это, короче, жизнь слишком коротка, как вчера сказали мои подписчики, и вы скоро попадете в отсутствие. Сто лет никто не вспомнит. Ну это выпуск про казино мы снимали. Ну там и думаю, там... Ну слушай, Казику, я вот играл в Blackjack в Лос-Вегасе, это прикольно. Ну да. Знаешь, как я тебе расскажу историю про мой... Как Никита Хедлайнера играл в Blackjack в Лос-Вегасе. Я пришел и сел, я искал, знаешь как, я же тоже смотрел фильм 21. Напишите в комментах, кто смотрел фильм 21, шикарный фильм. Я думаю, ну там 7 колод, вот этот будет... Шаффлер. Не, не шаффлер. Сейчас проблема-то в том, что я играл на шаффлере. Там есть ботинок, с которого они вытаскивают эти штуки, короче, карты. А помимо 21 Blackjack есть еще какая-то там конфигурация, которая популярна. И самое главное, там сейчас столов, вот под этот Blackjack, условно говоря, там 80 столов под эту игру. 80? Ну условно. На самом деле столов 40 под вот эту игру, Blackjack с чем-то там. И под True Blackjack там 2 стола. И я играл на вот этой шаффл-машине, которая каждый раз мешает колоду. И причем я что-то зашел, сколько я положил? 2000. Ты карты хотел считать? Ну конечно, 2000 долларов. И я играю на 2000 долларов, и у нас что-то получается, я ставлю там, это минималка, 50 долларов ставлю, 50, 100, 200 долларов такая вот на Blackjack. И это сидит, мы разговаривали, как она сдает крупье. Она говорит, а что ты тут играешь на такие ставки? Мне говорит, сердце каждый раз, кровью вливается, когда ты на вот этой машинке, которая каждый раз карту считает. Иди за нормальный стол, сядь за Blackjack. И я, короче, сел за нормальный стол, и нормально у меня стабильно вот 2 ночи в Blackjack получалось вынимать. Ну это больше удача. Там пару тысяч долларов я заработал, но... Как заработал? Выиграл? Не заработал. Но я получил удовольствие, потому что, во-первых, классное отношение с крупье, а во-вторых, на вот этой машинке действительно вот это ты себя чувствуешь вот этим, как героем фильма 21. и причем ты еще даешь чаевые вот этим, которые тебе напитки приносят. В общем, все это кайфово. Нет, прикольно, как в кино. Да, там делаешь удовольствие. И знаешь, что у меня было? Блин, я так, короче, я, знаешь, как проиграл? У меня что-то было тысяч пять уже долларов. И я реально, я не тильт словил, я понял. Там есть базовая стратегия. Короче, кто хочет играть в Blackjack, это не рекомендация, но реально, посмотрите базовую стратегию Blackjack. Она звучит очень просто. Добираешь до 16 и останавливаешься. Потому что дилер, когда ты берешь до 17 и останавливаешься. И у меня открывается у дилера десятка, а у меня две девятки. Ну, нельзя сплитовать, нельзя ничего делать по этой истории. Нужно просто, все, стоп, 18 против десятки, скорее всего, проиграешь. Я говорю, сплитую. У меня две девятки, еще девятка. Мне еще девятка. Короче, у меня с одной руки получилось пять рук. И все девятки были. У меня было 18, 18, что-то 18, ну, короче, везде девятки. Дилеру 20, я, естественно, все слил. Причем я что-то ставил чуть ли не по 200 баксов на каждую руку или 500 баксов. Я не помню. Ну, короче, я, в общем, за одну игру с 5000 долларов упустился обратно до 1000, потому что я пошел против стратегии. И это происходит у нас в жизни всегда так, в трейдинге. В трейдинге, в инвестиции. Мы идем против стратегии, и оно, короче, прет. Знаешь, про что хочу поговорить? Про мотивацию. Все говорят, мотивация, мотивация, мотивация. Я верю в мотивацию. Где ты сам черпишь и считаешь, нужна ли, важна ли внешняя мотивация. Посмотреть на успешного чувака, почитать книгу Тони Робинса. Че скажешь? Когда вы захотите успешными настолько, насколько вы хотите дышать, вот сделать этот вдох, вы будете успешными. У меня даже мурашки. Вот этот ролик, этот чувак, этот черный парень меня спасал в тот момент, когда была полная жопа, когда все рушилось, все шло просто по одному месту. Было куча долгов, 22 миллиона долгов. Я каждый день включал It's Your Boy AT, Эрика Томаса. Мы перлись с Женей, как начались хедлайнеры, в 6 утра мы его копировали. У меня было Hey guys, what's up? Это спасибо, сегодня понедельник. У меня эти ролики есть на канале. Мы перлись в 6 утра по снегу, снимать эти ролики мотивационные. Их никто не смотрел, они набирали 50-100 просмотров. Но именно это меня спасало, поэтому я считаю, что мотивация работает, но мотивация тебе позволит только поднять жопу и начать что-то делать. Но чаще всего и то не позволит это сделать. А вот, чтобы завершать дела, нужно консистенции, нужно постоянство. Поэтому, знаешь, где брать мотивацию? Я считаю, что вот эти все сейчас модно говорить психологи, нужно брать энергию внутри себя, нужно быть мотивацией. Пошли вы нахуй. Вот серьёзно. Пошли вы нахуй, вам тоже скажу. Чё шпаны? Это работает для каждого своё. Кого-то мотивирует, не знаю, там, дарить подарки Жене. Кого-то мотивирует меня, там, Порше. Вот я сажусь, и меня, типа, это мотивация. Кого-то вот так вот мотивирует ролики. Думаю, сейчас утро не просыпаюсь в полной жопу. Мне, знаешь, как бывает сейчас? Боль. Я ложусь в 4 утра и просыпаюсь в 10. У меня есть параллельно, сплю 6 часов. Я вот автоматом просыпаюсь. Или там, и не дай бог, лёг в 5 утра, просыпаюсь в 11 здесь, в Дубай. И меня накатывает боль. Я думаю, блин, 11 утра уже. Уже поздно. Потому что для меня не поздно, это 7 утра. Думаю, день прошёл. Сына я ещё уже в сад не отвёл. Я вот не как бы плохой папа. Я не позавтракал, короче, с ними и так далее. Я иду в дужу, рыбаю себе эту мотивацию 10 минут. И настраиваю себя на денежку, и ебашу дальше. Потому что, ну, для каждого это своё. Но иногда тебе нужен реально пинок. Но инста, когда мы открываем инсту и видим там сторисы других, успехи других, как Никиттос катается на 9.1.1. Это демотивирует. Это ты думаешь такой, что я в этой жизни делаю, не так, и как бы... Почему у него... Почему он, а не я? А по факту вообще плевать. Ты должен каждый день становиться только лучше и стремиться с самим собой. Вот если ты сегодня делаешь день... Ты сегодня лучше, чем ты вчера. Это всё, что работает. Поэтому где брать мотивацию? Не знаю, я могу себе, знаешь, где брать не мотивацию? Где брать энергию? Энергию надо брать вот в... Ну, как бы вот в любимых вещах. То есть я там энергию получаю банально иногда даже там вот часто. Я не могу себе назвать энергией. Ну, это моя боль. Я купил себе кучу наборов лего, ты думаешь, я их за полтора месяца собрал? Я за полтора месяца не открыл. Это моя боль. Я завидую людям, которые там не работают, у которых есть время, которые бы собрали. У меня наборы там на 6 тысяч деталей, замок, блин, лего кассел из детства, понимаешь? Кай. Я реально не могу найти время, это моя проблема. Или там я гитару зачем-то здесь купил. Как бы хочу поиграть. Я думаю, 15 минут в день буду играть. И что думаешь, играю? Нет. И что это? Не хватает мотивации? Ну, наверное, не хватает... Приоритета фокуса. Не хватает прессы приоритета, не хватает дисциплины этим заниматься. И ты думаешь, что есть что-то важнее. Но по факту, мы с тобой это обсуждали тоже, жизнь-то идет, мы моложе не становимся, дети взрослеют, а вот этот замечательный период, когда они, например, маленькие, он тоже быстро проходит, и нет смысла работать, нет смысла зарабатывать бабки, если нет времени жить, если нет времени проводить время с женой, с детьми. И ты знаешь, вчера я случайно открыл сериал, утреннее шоу, всем рекомендую. Хотите понять, как выглядит нутрянка вот этого всего безобразия, изнутри, посмотрите утреннее шоу. Сериал такой? Да, сериал на Apple TV, он есть, в HD резке, и впрочем, все-все может найти. Да, тоже есть. Я просто в оригинале все смотрю. Идея в том, что это показано как крупнейшее утреннее шоу Америки, которое идет в 9 утра, как оно организовано изнутри. И вот третий сезон начинается там на пятой минуте с фразы, там главная героиня два года там фигачила. Она суперзвезда, она живет в лучшем пентхаусе Нью-Йорка, она там управляет компаниями, ее знают десятки миллионов женщин Америки. Ей там задают вопрос, а вот, типа, я чувствую себя живой, когда что? Он говорит, когда работаю. А дальше этот человек задает такой раз, слушай, а неужели есть что-то еще? Почему мы обязательно находим вот это вот чувство жизни только в работе? Почему мы не можем найти его в другом человеке? Что когда от общения с другим человеком мы чувствуем себя живым? И меня это настолько, короче, задело. Потому что я реально тоже только работаю. Я иногда думаю, я вот только работаю. Со стороны это выглядишь и на парше катаюсь целый день, но по факту это моя боль, я работаю, 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 а по факту круто себя чувствовать живым, когда ты вот там с другим человеком общаешься. Может, отчасти потому, что у тебя половина работы это общение? Ну, нет, 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 я про личные. А про личные, про личные, ну, с женой, например, с детьми, понимаешь, с братом, с родителями, в конце концов, которые тоже стареют, понимаешь, давай будем объективны. Вот такая чувствуешь себя живым. А мы, к сожалению, предприниматели, это наш бич, ты даже сам немножко позагрустил, что мы вот туда отдаем очень много времени и... Да, есть такое. И да, мы чувствуем себя живыми. Я сейчас задаю вопрос, буду ли я жалеть об этом времени, которое я там посвятил работе. Ну да, я с тобой обсуждали эту тему. С одной стороны, вряд ли. Сказать сложно. А с другой стороны, наверное, буду. Посмотрим. Но тут как бы все. Но ты знаешь, я сегодня с детьми провел полдня, мне хватило. То есть я, например, понимаю, что я там типа с ними вот еще день я бы не выдержал, я бы сбежал. То есть все должно быть. Поэтому концепт с итерацией, я тебе рассказывал, мы валиваемся, делаем, отходим, валиваемся, делаем, отходим. Итерации, баланс. И тогда ничего не надоедает. Порш круто, 15 минут в день, но не 3 часа в день. Условно. Ты тоже от него устаешь. Тебе тошнее будет. Ну, условно примерно. Про что еще хочу поговорить? Про путешествия. Я вот с удовольствием слежу за твоими путешествиями, смотрю сторисы. Так. Для чего ты лично путешествуешь? Почему? Слушай, у меня был очень простой выбор. Я всю жизнь откладывал. Вот я, вот вы смотрите на человека, который вроде успешен, но я всю жизнь откладывал. Я откладывал жизнь, я откладывал жить, я откладывал свадебные путешествия, я откладывал там поездку на Бали с женой, так сказать, и кучу времени. И когда мы там в начале прошлого года денег заработали, ну, где же мы в начале прошлого года, там, в середине прошлого года, понятно, что мы… Там стала такая интересная точка, когда вроде уже и капитал заработали, понятно, что мы продолжим зарабатывать, понятно, что хедлайнеры доросли до точки невозврата, 30 тысяч подписчиков. Я понимал, что мы к концу года будем стоим, и мы все это сделали. Я думаю, ну, что, я могу дальше упороться еще, пытаться разогнать, либо поехать путешествовать. Ебись оно все конем, поеду я путешествовать, понимаешь? И я отправился, и мы поехали в кругосветку, мы все это дело посмотрели, но под конец-коргосветки мы дико устали. Мы устали, это все выглядит круто, там, самолеты, перелеты, Панама, Венесуэла, Америка, Аляска, Ты тоже ко мне еще был, прилетей, ты сказал, все, я лечу в Дубай. Ты тоже устаешь, это тоже прикольно итерациями. Круто попутешествовать 2-3 месяца, но типа полгода хардкор, вот честно, хардкор. Сейчас мне классно поработать там 2-3 месяца плотно, прям вот плотничком, как я, потом еще будет штука. То есть я понимаю, что, знаешь, наверное, со стороны может выглядеть для многих, блин, чуваки там обсуждают, в кругосветку съездили, зажрались там, или там в Дубае сидят, обсуждают, да вот 2-3 месяца поработать, я всю жизнь работаю, я вот 33 года, мне будет 1 марта, я работаю всю жизнь, ну вот постоянно, понимаешь? Это, ты знаешь, жизнь предпринимателя там. Я иногда даже, вот банальный пример, ребят, те, кто, ну и сейчас все, короче, сайты в такси там, в телефон залипают на Инстаграм, но по факту, когда есть возможность у меня вот просто проехать на такси, посмотреть по сторонам, я думаю, офигеть, какой кайф, потому что я всегда сажусь в такси, открываю ноутбук и понеслась. Я думал, я один такой, я в последнее время выключаю телефоны в Дубай, когда еду и смотрю, как ночью, обычно ночной Дубай, ночью домой еду и смотрю на небоскребу, вот прикинь, нахер телефон. Вот даже, я на самом деле большинству людей завидую, кто там, у кого меньше там, даже сейчас внимания, меньше медийности, меньше даже где-то денег, блин, им проще жить. Вот знаешь, у меня приезжали родственники там по Акатиной линии, по линии жены, сюда в Дубай, насколько они счастливые люди. Ну, то есть, условно говоря, я прям кайфанул, они прям живут. Они каждый мгновенный момент этой жизни прям испытывают. Но, к сожалению, это Сангуру классно сказал, что если проблема успеха в том, что тебе просто некогда жить и как бы для того, чтобы жить эту жизнь, тебе нужно много энергии. То есть, если ты эту энергию где-то как бы черпаешь, ты поддерживаешь крутой образ жизни, а в противном случае ты просто превращаешься в зомби, который как бы работает, работает и работает. И поэтому это обратная сторона на самом деле успеха некого. А еще обратная сторона, я честно скажу, чувствую медийности. Я теперь вынужден, есть вот это понятие с одной стороны, типа плевать, но с другой стороны, я вынужден немножко, во-первых, фильтровать базар, чуть больше. Ну, как бы, да, окей, следить за тем, что говорю. Ну, в общем, вот это, наверное... Я пока могу себе позволять не фильтровать. Да, то есть это накладывает какие-то определенные ограничения, а не с точки зрения, знаешь, как бы, а с точки зрения того, как это кто-то интерпретирует. Я понимаю, что есть уже определенное какое-то, некое влияние, и кого-то это вдохновляет, и ты можешь что-то сказать. Ну, ответственность, вот, наверное. Это как ответственность, значит, ты не можешь рекомендовать какое-то говно. то есть, это наш с тобой просто этикет, да, если мы этого не можем. Но, ну, кто-то какие-то паттерны в жизни начинает повторять, ну, с одной стороны, пофигу, это его жизнь, но с другой стороны, как будто бы... Я не могу сказать, что ты несешь ответственность, нет, но это вот, не знаю, как я тебе это сказать. Я понимаю, что контент влияет просто. Я, да, да, это влияет на его жизнь. я это еще, короче, что-то херово повлияет, либо грубо как-то. Знаешь, я даже в обратную сторону, с другой стороны, пофигу, разберутся сами, на самом деле, так как мы разобрались. Ну да. Но с другой стороны, мы говорим, что что-то не работает, а по факту у кого-то, может, запросто что-то сработает. Ну, потому что, ты сам знаешь, сколько... Вот, это еще главная мысль, наверное, для всех, что те, кто прошли какой-то путь в определенной нише, понимают, как это сложно. И они, скорее всего, этот путь, с одной стороны, с кайфом проделали бы еще раз, но и чаще всего у них, второе, знаешь, очень сложно воспроизвести какие-то модели. А те, кто ничего не знает, с двух ног залетают, и это, и туда... Да, кстати, ты, второй, кто мне так говорит, пока я в Дубай здесь, что, типа, что есть ребята, у которых нет убеждений каких-то... А это, это кайф. Все, с нами ничего и поехали. Мы с тобой, нахер я туда пойду. В Гамблу, в Яндексе, а там этот паренек молодой, 19 лет, говорит, я, ай, бля, поехали, в Махачкову там, да, продвинем. Про путешествия. Смотри, вот если... Ну, лично я путешествую, потому что мне очень нравится в целом это, да, и с точки зрения практичности, ну, даже когда я проезжаю в какую-то любую страну, у меня право деформация, как предприниматель, да, как выглядит реклама здесь, как финансовые системы, чего они делают. Ну, есть какая-то насмотренность в плане бизнеса, каких-то новой темки, новой связки. Вот. Главный инсайт могу сказать. Ну-ка. Но перед этим скажу про другое. Важно, когда ты путешествуешь, путешествовать. Потому что я путешествовал и работал, например, и смысла нет путешествовать и работать. Нет, когда ты путешествовал? Я сейчас объясню. То есть ты как бы очень часто, ты приезжаешь в какую-нибудь страну, и ты надо ее посмотреть, а ты сидишь с ноутом в отеле. Я так Нью-Йорк просидел и Лос-Анджелес. И потому что я сел в апартах и работал. Я вот эти два города, несмотря на то, что я был несколько раз, я их видел меньше всего. А главный инсайт, который я выдан из путешествий, английский, это язык международного бизнеса. Это не международный язык. 50% населения Америки говорит на испанском. Весь Латам говорит на испанском. Огромное количество людей говорит на испанском. Я, у меня сейчас нету цифр, но как будто бы вот мое сочинение арбитража, крипты и прочего, в целом рынков, испанский, это соизмеримый по емкости рынок с английским языком. Вот мой главный инсайт. И вы должны понимать, что как в России таксисты при уважении классные ребята не говорят на английском, так же много где они не говорят на английском, они говорят на испанском на своем локальном языке. И мы в русскоязычном сегменте тотально недооцениваем силу испаноговорящего вообще сегмента интернета. Я считаю, что это колоссальный рынок. Ну, то есть, может быть, понимаешь, как бы, сочинение арбитража, большинство англоговорящего сегмента испорчено Индией. То есть, так как Индии очень много, индусов, они очень сильно мешаются в любой англоязычный трафик. Даже на нашем подкасте, который мы переводим на английский язык, там США, там UK, Канада, Австралия, потом Индия. И даже вдумайся, 50% Америки говорит на испанском. Да? Я думал, только Южные Штаты. Ну, Южные Штаты это 50% населения. Ну, понятно, на Аляске может меньше, но... Не, Аляска нет, но возьми западное, восточное побережье, все весь низ, Майами 50% Испания, там, где Сан-Диего, тоже все на испанском. Вот эти кейсы. Прикольно. Про путешествие, согласен, что если ты едешь в путешествие, ты путешествуешь. Ну, может там 20 минут в день проверить важные сообщения, положил телефон, отдыхаешь. Так не будет, не бывает. У меня получается в последнее время. Ну, это ты киборг. Киборг, помноженный на вечность, как Атар сказал, да. Вот. Мне нравится, что я подмечаю нюансы разных стран и культур, и когда ты приезжаешь к себе назад, в Тогео, где ты работаешь, живешь, да, это можно как-то использовать на благо себе. очень прикольные штуки. например, оказывается, в Москве они есть, эти уже магазины. Например, я пришел, короче, какой-то стране, я пришел в Зару, и там надо было купить, что-то жена попросила, был в командировке, я подхожу к касте самообслуживания, а там нет ни терминалов, ничего, но есть какой-то ящик. Положил туда, типа, шмотки, оказывается, он сам их как-то пропикал, я приложил карту и пошел. Прикольно. Я не знал, что такое вообще в мире есть, что теперь не надо, на кассу, ты все сбросил в такой большой ящик пластиковый, он все пропикал, еще пищалки снял, чек выдал. Прикольно. Хайфово. Вообще, иногда, я такие как бы технологии вижу, а, в Бразилии это было, это было в Бразилии, вот, и в Бразилии я видел финтех, например, какой-то, да, вот в ресторане, тебя никто не попросит наличные, все дают карту, терминал дают, потому что все хотят картами расплачиваться, не с меню-то, он походит с терминалом банковским и внутрь вбито меню, внутрь банковского терминала, как обычного, и он тебя набивает сразу в терминал, а потом просто за минуту подносит и оплачиваешь. Я нигде не видел, что в ресторанах пробивали айпэды, айфоны, какие-то планшеты, да, например, а там на прям банковском терминале бьют. Очень прикольно, вот в разных странах можно подмечать много разных штук, темы, схем. Например, меня там про казино спрашивают, знаешь, казино в Бразилии рекламируют, вот Копа Кабана, пляж, летит самолет, ну, как цесно, ну, кукурузник, условно, чтобы было понятно, тоже видос можем ставить, и за ним огромный баннер к казино, чтобы ты поймал, ты видел, где-нибудь, чтобы самолет рекламировали казино. ну, прикольно. Ну, чуваки, чуваки сделали зиплайн на пляже, зиплайн вот этот, где-то едешь на тросе, но, казино тоже, чтобы ты мог бесплатно прокатиться, оставь свой e-mail, либо ваще, либо ватсап, как тебе такой Илон Маск, и говорит, мы скоро запустимся, через месяц, и дальше пойдет спам-рассылка, не все их данные, я не удивлен, еще радара стоят фейсбучные, которые можно, мак-адреса телефона вытащить, и потом в торги запускать, вот так, поэтому путешествие, по мне, сильно расширяет картину мира, и вот, я стоил за твоими путешествиями, это был на, как оно, видеокон, которая была, где в Америке, где YouTube конференция, да, 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 видсамит, очень хочу поехать, ты, кстати, посоветуешь ребятам, которые занимаются бизнесом, зарабатывать деньги, какие бы странно ты посетил посетить, может быть, ивенты даже какие-то, что тебя впечатлило больше всего? Америка. Америка? Тут даже без, она другая, она просто другая, она очень непонятная нам, но она другая, ну и Дубай, на самом деле. Дубай, да, приезжай, Дубай, это демо-версия Америки, они просто взяли лучшее, все, что есть в Штатах, да, они взяли лучшее, что есть в Штатах и как бы здесь воспроизводят. И тотальный результат. Даже в Штатах, а в мире. Ты не знаю, я не согласен насчет безопасности, странная эта концепция, тотальная безопасность, мне кажется, ты знаешь, я не знаю, как они это будут контролировать, все равно, ну давай так, понятно, что на уровне, условно говоря, курьеров, скорее всего, все безопасно относительно, потому что они понимают, что если они что-то провинятся, то их отправят себе обратно в страну, и у них там очередь, не знаю, 100 человек на место, но здесь, ну телефонное мошенничество развито, например. Мошенничество, но не насильственное, поскольку тебя не ограбилось ножом по улице. Да, вот это да. И классно, что Дубай держит такой имидж, и вопрос, ну вопрос, и смогут ли они так продержать сегодня 10-20 лет, потому что это же все зависит, понимаешь, от как, я не помню, это психологический феномен есть какой-то, он там объяснял, что если ты видишь, заходишь, условно говоря, в какой-то район, в район, разбитые стекла, то как бы ты с высокой вероятностью это считается неблагополучным, они удерживаются. Но, правда, мы условием, безопасность может держать, Дубай очень маленький город. Да, да, да. Почему там где-нибудь в России либо в Аргентине так не сделаешь, невозможно контролировать. Сингапур, преступности нет, в течение час ловят любого преступника, если он что-то делает. Вот 97% ловят в течение часа, а только 3% скрываются, вроде как так, камер много, но это как район, не знаю, Бирюлёва какой-нибудь, в Москве, либо Дубай, это там пол Москвы. Понятно, а это вся страна, прикинь, поэтому легко контролировать. Нет, ты, кстати, это ошибка, что Дубай – это ОАЭ, потому что Абу-Даби богаче Дубая, я не знаю, раз в 10, больше его, и это вообще другой мир. Это вот, я не знаю, как съездить, как... Я бы сказал, что все думают, что Дубай – это ОАЭ, но Дубай – это Питер, это не Москва. Это не Москва. Я по размеру тебе больше говорю, потому что я не знаю... Абу-Даби больше, и Абу-Даби разве... Ну, просто в Абу-Даби банально больше денег, потому что у Дубая мало нефти, и у них сейчас структура, я не знаю точно, там 15-20% структуры доходов в нефти, а в Абу-Даби там основные залежи, там вся сера, нефть, там всё, и там... Я бы там вообще не был. Вот ты просто съездим, мы даже тоже хотим поехать на 3-4 дня прям там пожить, это вообще перепрошивает. Безопасно тоже, да, всё хорошо? Да, конечно. На самом деле, это кажется, что тут условно говоря бетуины, но не, Абу-Даби – это вообще, знаешь, next level, это вот ещё next step от Дубая. То есть, но Дубай демократичен, а Абу-Даби более строг, даже по правилам дорожного движения, то есть там даже на один километр нельзя превышать. Сразу штраф, я слышал. Кто или что больше всего повлияли на твою жизнь в позитивном ключе, что это позволило тебе быть успешным? Что значит повлияли в позитивном ключе? Человек, книга, какой-то ментор, события. Ну что тебя прям вот инсайт какой-то словил, прям поменял? Нет такого, мне кажется, это фейк вообще, такого не бывает. Это всё только надо, и ты пробуешь, ошибаешься, пробуешь, ошибаешься. Ну, наверное, в каждой области жизни по-разному, с точки зрения какого-нибудь отношения к команде, это Саймон Синек, его концепция, там, почему лидеры едят последними, или там начинающийся с почему. С точки зрения, там, выведем на экран, мотивации и какой-то энергии, наверное, это Эрик Томас, Куач Пейн и там Бен Лионель Скотт, вот это у него канал офигенный есть. С точки зрения какого-то управления деньгами, это банальные книжки, ну, то есть там Питер Линч, Метод Питера Линча, то есть это классическая книга по управлению инвестициями, даже, даже еще, деньги мастера игры Тони Робинсон, Тони Робинсон, базовые, базовые такие вещи. Конечно же, классическая штука Наполеон Хилл Дума и Богатей, прям, с точки зрения Майнсет, с которой написано дальше вообще все эти денежные медитации и прочее. То есть это все, это даже обычные люди, которых ты где-то встречаешь и с которыми ты делишься каким-то подходом, ты берешь. Ну, Серега Овсиенко поменял, на самом деле, очень сильно мое отношение к мобильным прилам, да, у меня был с ним подкаст, молодой парень, моложе меня, офигенный результат сильно больше, чем у меня и вообще как бы, ну, он прикольно, он лично не пошел по пути медийности, он пошел по пути просто зарабатывания кэша, как бы семьи и времени, еще классное время проводит. Серега Люди Про, который дал мне и тебе старт в какой-то степени, да, то есть понимаешь, если бы, наверное, в какой-то момент времени он бы мне не поверил, не пригласил бы на Люди Про, наверное, может быть, мы не так бы стартанули, и сколько я опыта получил гостей подкастов на Люди Про такого, я даже вначале ассоциировался у людей с Люди Про, и я Сереге, я Сереге, да, чрезмерно, видишь, это, ну, то есть, брат в чем-то меня понимал, родитель, понимаешь, это вот такой, но все равно ты помнишь, это все, это все собирательная история, да, и по разным, вообще, так то, что один человек там, мне кажется, это фейк, как не бывает. У меня, например, начальник был мой, топ, ну, как топ-менеджер профессиональный, куртой на восьми языках, говорил очень много он там меня научил. Ну вот, у меня тоже был. Сережа в ютубе, очень много. На первой работе у меня был, да, дядя Андрей, я работал там, мамин дальний брат, и я помню, когда я увольнялся, я добровольно увольнялся, он сказал, нафиг ты всем этим вообще занимаешься, ты не на своем месте, иди вот делай то, что у тебя получается, и вперед, понимаешь, то есть он как был руководителем, он мне, наверное, какие-то вещи тогда и прощал, но он понимал, что я вообще не тестировщик, не инженер и так далее. Вот такие штуки. У меня написано, посоветуй что-то нашим зрителям. Дай напутствие, чтобы заработать бабла и по счастливым. Кайф. Классный вопрос. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. А мы закончили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok